Добрый вечер. Я уже пошутил вчера в Петербурге, потому что уже отвык как-то от таких встреч, от таких поездок, которые когда-то были достаточно часто. Но, конечно же, это не говорит о том, что вновь начинается пора частых поездок. Думаю, их так не будет, и они не имеют того смысла, который был раньше. Но все же встреча происходит, и у вас есть возможность, может быть, что-то и успеть дополнительно уточнить к тому, что я увижу благоприятным вам сейчас упомянуть. Эта встреча также, она не планировалась, но развитие событий этого года, они как-то стали складывать череду обстоятельств, которые привели и к такой встрече, в которой вы и сами поучаствовали. И если уж опять такая возможность у нас свершилась, и у меня появилась возможность что-то вам еще наговорить, то, конечно же, я в данном случае склонен говорить о том, что в последнее время уже успел запечатлеть на страницах такого океана интернета, где бушуют волны, плавает все, что только можно плавать, и в подводном, и надводном положении. Ну и где-то там что-то и мое запечатлелось. С чем вы уже успели соприкоснуться? Вы уже знаете, как за эти годы, за 20 лет наших встреч мне удалось нагореть очень много всего. на все, что только можно было для вас раскрыть, показать, упомянуть, подсказать. И все это, если уж попробовать как-то выразить кратко, что за последнее время как раз и удалось сделать в силу опять развернувшихся соответствующих обстоятельств, когда неожиданно так у меня возникло пожелание войти в эту страницу тщений, которые, если уж так подвести итог и как-то и попробовать обозначить небольшим количеством слов, то это получился некая такая эссенция, такой сгусток, какой-то концентрат того, что относится к сути Последнего Завета. И одно дело можно говорить кратко о чем-то очень важном, другое дело через посредство многих деталей об этом же самом. Но в данный момент увиделось уже необходимо просто попробовать именно кратко это и выразить. Ибо все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни, как бы вас ни крутило, ни мотало по этой жизни, как бы вам ни сложно ни было, но вся суть проблем, она вся сводится к одной особенности. Такой элементарной, такой гаденькой особенности. Очень хочется быть значимым. Очень хочется что-то из себя представлять. И вот это оказалось в вашей эхиле своей петвой. Как будто бы это надо, но для вас это оказалось опасным. Вам как раз это нельзя. Нельзя сказать, что вам именно надо. На то, что связано с вашей значимостью, а которая подразумевает некую веру в свои силы, на это нужно посмотреть несколько иначе, по-другому. Но не так, как вы это пробуете делать, можно даже сказать, интуитивно. Интуитивно, потому что это связано с инстинктом вашего природного организма. Инстинкт самосохранения. Ведь у животных потребность утвердить свою значимость связана с тем, чтобы выживал сильнейший. А значит, он красивый, сильный, у него и шерстка поблескивает, у него и мускулы сильные. То есть он может диктовать условия, и у него и покушать будет побольше, чем у других. То есть у него лучше складываются семейные отношения какие-то, и дети рождаются больше. И все. Вот и природа явила вам простое правило, которое для природы, для животного мира замечательно работает. Оно так и должно работать. Ну а так как организм ваш носит основу ту же самую, исходит из одного из того же источника, весь биологический организм, он точно так же в основе имеет те же особенности. То есть вы так же должны были пробовать утверждать свое я. Вы должны выживать. Значит, вы должны показать свою силу. Вы должны проявить свои возможности. Чем вы лучше их проявляете, тем лучше вы выживаете. Как будто бы так. Все это, естественно, подразумевает. Но вы имеете душу. То, чего не имеет животное. А духовная ткань способна умножать чувственный мир. Если у животных чувственный мир очень легко контролируется самой природой, потому что это изначально предопределенные программы, то у человека, когда он однажды обрел духовную ткань, вот этот чувственный мир, характерный биологическому организму, он стал невероятно сложным. Он превзошел те параметры, которые природой были предусмотрены. Так как-то раз, неожиданно. Хлоп. И вы проявили какую-то некую уникальность, которая оказалась очень сложной, и с которой именно вы должны были научиться справляться. Потому что это та уникальность, которая призвана позволить вам реализовать замысел Бога. Вы рождены со смыслом. Вы рождены менять мир материи. Вы рождены вечно контактировать с миром материи, чтобы изменять его, своей способностью его любить. Любоваться этим миром. А это способно очень значительно влиять на информационную структуру всего мира материи. Очень значительно. И это изменить вы можете только вы. То есть вы обладаете этими качествами. Но чтобы это сделать, вам надо правильно соединиться друг с другом. Вы не рождены для того, чтобы в одиночку такими некими героями-одиночками ходить и менять мир материи. С флагом каким-то огромным или с раскрашенным лицом. Нет. Вы это сможете сделать, только когда правильно соединитесь друг с другом. Вместе. То есть законы, которые пред вами раскрываются, духовного развития, они предполагают коллективное развитие. Коллективное единение ваше друг с другом. Взаимодействие друг с другом. Где вы сможете полностью довериться друг другу. Это предполагает, что ваше сознание соединится вместе. Поле сознания каждого из вас структурируется, изменится и соединится с полем сознания любого другого человека на Земле. Вы создадите единое поле сознания. И тогда, каким бы объемом вы в своем количестве не населяли ту или иную планету, звезду, эту Землю, вами не надо будет руководить. Вам не нужен будет никакой руководитель. Вы прекрасно будете владеть ситуацией, происходящей в окружающем вашем пространстве. Вы будете владеть всем необходимым. Вы всегда почувствуете, куда нужно пойти и что нужно сделать, чтобы ваше коллективное развитие продолжало прогрессивно развиваться дальше. Тут не нужен будет какой-то бизнес-план. Вы будете все прекрасно чувствовать и осознавать. Как осознают муравьи в своем примитивном варианте каких-то действий или какой-то другой насекомый, которым тоже так же не нужна какая-то планерка, чтобы собраться утром и решить, куда они чередуют двинуться, за какими продуктами и кусочками сахара и где-то вылавливать какие-то сладости. Они это сделают самостоятельно, очень дружно и вовсе не обязательно где-то кричать с угла, ставить стрелочки, обозначать линии перехода какие-то. Ничего не требуется. Они сделают это по своему естественному принципу. У них единое поле сознания. У вас оно на более высоком уровне должно проявиться. Но единственное условие, при котором оно может проявиться, это полное ваше доверие друг к другу. Вы не должны бояться друг друга. И, соответственно, после моих слов и, конечно же, взглянув на историю своего развития, вы легко можете улыбнуться. И как раз этого у вас и нет. И не было никогда вообще еще. Потому что животный мир и начало движения развития человеческой цивилизации, оно неизбежно подразумевало необходимость выживания. А выживание, оно не связано с полным доверием. Это когда вы лично, эгоистически оцениваете происходящую реальность и беспокоитесь прежде за себя и за свой род, а не за род ближних, которые находятся рядом. Вы соревнуетесь с ними, вам нужно выживать. И чтобы вы выживали, порой надо забрать больше, чем может забрать ближний. то есть изначально вы попали в условия, которые спровоцировали ложное развитие. И оценить это было сложно. Поддавшись этому естественному принципу, вы увлеклись. Увлеклись так, по-своему, по-хорошему, творчески подошли к этому и превзошли в извращениях весь мир животных. Потому что так как человек пытается добиться именно эгоистической удовлетворенности, но ни один животный мир этого не может сделать. Человек пытается взять даже то, чего ему совершенно не надо. Ну, на всякий случай. И чтобы было побольше, чем у других. То есть это как бы так престижнее. И вот эта гонка за выживаемость и за свою значимость, она приобрела, конечно же, уродливый принцип. И это стало главным стимулом жизни человека. Вы стали детям преподавать, наставлять, чтобы они пытались показать, что они что-то значат, что только так они смогут выжить. Они должны доказать, что они что-то умеют. И вот это стремление доказать, что они что-то умеют, оно неизбежно имеет агрессивную форму. Неизбежно. Он будет смеяться над теми, кто не умеет так сделать, как он сделать. Он будет на них смотреть пренебрежительно. То есть он всегда будет видеть более слабых искаженно и негативно. Он не сможет к ним отнестись правильно. Он будет смотреть на это брезгливо и свысока. Это само факт подачи этой темы, он неизбежно это предполагает. И все. И поехало по земле. Вот это стремление выжить, но которое стало очень легко и масштабно уродовать самого человека. И куда бы вы сейчас ни посмотрели, в любой области идет один и тот же процесс. Не важно бизнес, политика, даже традиционные духовные движения. Везде один и тот же принцип. Надо показать значимость, что они что-то такое могучее собой представляют. Но вот эта попытка ваша подумать о том, что вам надо представить что-то значительно в своем лице, в своих действиях или представлять какую-то организацию, это принципиально ошибочное явление. Его нельзя так реализовать. Вы однозначно попадете в условия, где будете совершать серьезную ошибку. Она будет вас убивать. Этого нельзя делать. Поэтому всякое стремление к значимости, всякое стремление удовлетворить свое я, как бы даже беспокоясь о благе многих вокруг себя, ведь посмотрите, даже не обязательно какая-то примитивная эгоистическая потребность что-то доказать ближним о себе, но и даже те усилия, которые можно обозначить как условно положительные, когда вы говорите, мы же беспокоимся, вот ближних надо спасать, вот надо помочь, вот смотрите, там тем надо что-то принести. В основном все эти порывы, они все построены на значимости. То есть вы не о благе на самом деле говорите, вы говорите о себе, где вы себя хотите преподнести и показать всем, что вы хорошие, что вас надо видеть, ценить, понимать, а если кто-то не понимает, ну он как враг воспринимается, значит вы обижаетесь, вам трудно, вас не понимают, вы переживаете, не понимаете, как же доказать им, что вы что-то значите, и вся жизнь превращается в какую-то странную ситуацию, где вы бесконечно переживаете, вы бесконечно обижены, вам бесконечно сложно, вас никто почему-то не понимает никто почему-то не ценит но это же все игра значимости ничего другого этой сам примитивная форма вот попытка вот это проявить свою значимость это ложный путь формирования и проявления соответственно как это становить эту часть проявляющийся у человека которая с детства проявляется ведь у ребенка у каждого малыша потребность доказать и своему сверстнику что он сильнее что у него лучшие игрушки что если у того лучше он должен забрать эту лучшую игрушку она у него была то есть много много разных деталей через которым пытается тоже показать что он лучше он значимее это начинает на генетическом уровне вот так вот изначально проявляться и если вы это не правите а ну конечно укрепляется и все и вся жизнь она сводится только к одному как поверить свои силы и вам психологи долбочит вот ты должен ты все сможешь да ты сможете много сил ты все сможешь и вы начинаете хмурить брови да я все смогу и выскакивать и как бараны куда-то начинает ломиться рогами вперед неважно кого вы сбили в этот момент вы начинаете а я могу я в сильный вы начинаете неверно верить свои силы неправильно это агрессивная форма пытаться доказать ближним что вы что-то умеете это вообще не требуется доказывать как уризонить вот этот порыв человека только один способ есть смирение то что вы слышали слова часто слышали в писании записаны но как видится очень ложно трактуема смирение это то что должно удержать порыв проявить что-то значительное через себя вы богом рождены вы имеете божье внутри скажите что может быть больше вот что вам корону надо обязательно к этому примерить какую-то какую-то крышку блестящую груди прикрепить что ли надо вот как вот что нужно усилить вот это величие каким образом это можно сделать до этого не бывает величие от какого-то еще большего она уже сам факт вашего рождения это есть величие вам доверено менять мир вам доверено участвовать в исполнении воли божьей что нужно еще больше почему надо придать к этому какую-то уникальную форму неповторимую сделать это очень громко с каким-то ярким сильным знаменем покрытым по золотой еще чем-то зачем что это за игра какой-то какая-то глупая суета несерьезная вот здесь и надо попробовать пересмотреть свои действия ведь вы переживаете от того что вам не удается сделать то что вам хотелось бы сделать то есть вы все правильное видите через сто через то нравится вам это или нет то есть всем вам кажется правильным только то что вам нравится это логично вы думаете это думаете это разумное мышление вот с этого и начинается простая характеристика говорящая о том что человек это псевдоразумное явление он не является разумным он обладает частичками разума способен логично взвешивать очень интересно решает какие-то задачи логического толка разумного содержания но он не склонен жить разумом он живет чувствами и именно тем что ему нравится и вот на этом вы ломаетесь сталкиваясь друг с другом вы переживаете почему ближние не видят то что видите вы так естественно у них у всех разных чувствами у вас у всех он не повторим вы всегда будете видеть все по разному вы не сможете одинаково все ощущать значит чувствуя что-то правильным разрешите другим тоже чувствовать что-то правильным но по другому не так как вы и это тоже правильно для них данном случае это все правильно поэтому как бы вы не говорили о чем-то одном по-разному вы все говорите правильно индивидуально относительно каждого из вас все говорите правильно это нельзя смотреть с позиции истины насколько правильно вы говорите важно как вы на данное мгновение оцениваете эту ситуацию как искренне вы стараетесь реализовать это правильное которое ну ну вам кажется правильным как вы стараетесь это сделать пытаетесь ли убедить кого-то доказать это кому-то или скромно смиренно пробуйте в меру возможности это сделать но не навязывая не переделывая окружающий мир чем вы и занимаетесь все к чему склонен человек переделывая окружающий мир это войны и революция другого не умеет все вы неужели истории недостаточно чтобы понять что такая форма переделывания мира это но никуда не годится это безумие полное как можно так менять мир убивая разрушая навязывая но это привычная форма жизни и начинается нас детского двора всем хочется навязать свое видение то что они чувствуют правильным но это крупнейшая ошибка это основополагающая ошибка такая откли на которой если построить пробует дом он развалится такой дом он неповерно выберен основы для этого дома это зыбучая и профи поверхность не нельзя строить строение храмы они все рухнут как бы эти не назывались строение высокими именами они все причины на разрушение поэтому присмотритесь ко всем недовольствам которые у вас могут быть при контакте с ближним конечно же когда человек в очень сложном состоянии он очень сильно устал весь расстроенный его расстроит и плохая погода он будет на нее даже злиться нервничать как будто погода специально хотела еще насолить ему у нее так много неприятностей а тут чуть дождь неожиданно пошел тут замерзли дороги скользкие стали и человек нервничает но нервничает так как будто ему хочется сказать да хватит вам за что вы все меня мучаете это и природы и солнце как-то не так все светит и ду produced и почему-то не в том месте вышли почему-то именно сейчас вот и в данном случае над ним это все сгустилось то есть меня как будто потребность поругать саму природу но это когда он сильно расстроен он даже склонен это сделать но и когда вы менее расстроены вы как будто понимаете как как ругаться на природу, ну, вроде бы, ну, дождь, надо просто учесть. Вы когда, ну, как бы так, извините, я так скажу, как бы немножко в своем уме вроде бы понимаете, что, ну, зачем ругаться на природу. Но, с другой стороны, а когда вы ругаетесь на действия ближних, а вы действительно чувствуете себя в своем уме, вы же даже не знаете, почему ближний поступил так или иначе. Ведь он же чем-то руководствовался. Он руководствуется какой-то своей данностью, где искренне верит, что то, что он делает, это правильно. Как вы можете сказать, что он делает неправильно? С каких позиций? Только потому, что он не похож на ваши мысли, на ваши представления. Но вы что, действительно считаете себя таким мерилом этих явлений и думаете, что если уж вы подумали, то действительно весь мир так должен думать. Но это уж куда значимость. Вот это вот уже понесло, получается, вас очень здорово. Вы для всего мира готовы диктовать условия, как должно быть. Но это неверно. Вы все имеете право сделать так, как видите правильным. И прежде всего, будьте внимательны, никогда не навязывайте свое ближним. Если вы в состоянии это оценивать, цепляйтесь за это первое и пробуйте успокоить самих себя. Видите, что кто-то неправильно сделал, успокойтесь. Он правильно сделал, этот человек? Ведь он сделал, потому что считал это правильным. Это точно так же, как все то, что вы считаете правильным для себя. Это одинаково. Все, что хотите вы ожидать от ближних, позвольте им делать все, что вы позволяете и самим себе. Позволяйте себе следовать тому, что вам нравится. Позвольте и ближним следовать тому, что нравится им. Понимая, что это может совершенно отличаться от того, что имеете вы и что вам нравится. Это нормальное явление. Но успокойтесь, не меняйте мир окружающий. Вы его не измените. Вы можете только воевать и поднимать революцию, бунт какой-то, который будет заканчиваться только большим горем. По-другому вы не поменяете окружающую реальность. Нормально поменять реальность можете, только меняя самих себя. То есть, меняя внутри себя все в себе, вы только тогда нормально начинаете менять окружающий мир. Другого пути у вас просто не бывает. Иначе, опять же, возвращаясь к истории, ну посмотрите, сколько войн. Это же попытка переизменить весь мир. Это попытка навязать что-то кому-то, перестроить что-то под себя. Ну и каким образом все это заканчивается? Все одно и то же. Ну, приобретались какие-то новые краски, новые названия, новые какие-то лидеры, какие-то новые идеи начинали формироваться, хотя они по сути все похожи между собой, отличаются какими-то деталями, но суть у них вся одна и та же. То есть, ничего нового на самом деле таким образом нельзя принести. И люди как были в каком-то странном состоянии, очень диком и таком агрессивном, так и остаются тысячи лет назад. Сейчас одно и то же. Все одно и то же. Ну, просто камни не торопятся брать. Ну, появились другие какие-то элементы, которые вы в руки смогли взять и более эффективно кого-то шмякнуть. Ну, суть вся одна и та же. Поэтому успокоиться, посмотреть на окружающую реальность правильно и понять, что не надо замахиваться глобальными идеями на изменение окружающего пространства. Меняйте самих себя. И тогда включается самый простой закон, который подразумевает неизбежную взаимосвязь вас друг с другом. Вы связаны все. Знаете вы друг друга или нет. Это совершенно не важно, насколько ваше сознание фиксирует наличие ближнего где-то рядом с вами. Вы обязательно связаны все вместе, одним полем. Но оно у вас очень специфически выстроено, это поле. Оно не открывает ваше сознание в полной мере, как должно развиваться человеку. Потому что вот эти страхи есть. Но вы связаны. Поэтому, меняя себя, вы обязательно, однозначно, начинаете провоцировать ближнего на такое же изменение. То есть вы как бы не задумываясь, не понимая этого, вы толкаете ближнего делать то, что делаете сами. У него возникает какой-то чувственный порыв сделать то же самое. Чем интереснее ваше внутреннее усилие, тем интереснее это будет воздействие на ближнего. Это простой закон, который, ну, никак никто не обойдет. Его обмануть нельзя, но он всегда срабатывает. Поэтому хотите менять мир? Скромно. Меняйте самих себя. Ничего не надо никому навязывать. Чем громче попробуйте крикнуть о чем-то великом, тем глупее вы на самом деле будете выглядеть. Это все глупости. Так нельзя менять мир. Это больше попытка просто показать самих себя. Этого делать не надо. Успокойтесь. И разрешите ближним тоже делать так, как они торопятся сделать. Не ругайте их. Не ругайте, они делают нормально. И если вы столкнулись с каким-то явлением, которое вас смутило в действиях ближних, мир, но вы не забываете, ведь случайностей не бывает. Нет? Вы же не случайно увидели это явление. Оно для чего происходит? Да чтобы вам показать вашу же собственную слабость. Вот вы и отреагировали. Вам не понравилось. Ну, смотрите, какие вы интересные. Вам не понравилось. Хотя вы не знаете, что именно неправильно. Но вы оценивать торопитесь ложно. Вот тут и оттормозните себя. Не надо так торопиться оцениваться. Мало ли что-нибудь понравилось. Это просто другое явление. Оно по-своему правильное. Вам надо позволить этому быть. Вы можете пробовать затормозить что-то, что как бы явно предполагает несение вреда какого-то. А тут другая уже тема. Тут как-то вы можете попробовать мешаться, как-то что-то попробовать приостановить, решить проблему, чтобы этот вред не мог распространиться, не принести горе. Какие-то такие примитивные, совершенно уж грубого толка явления, конечно, вы можете пробовать тормозить. Но будьте осторожны. В этом даже смысле тоже. Потому что легко додумать то, чего никто и не предполагал. Но если вы перегнетесь как-то своему рвению, вы можете сами больше горе нанести, чем то, что вам представлялось. Но в основном, когда вы общаетесь, контактируете с друг другом, вот тут однозначно торопите себя быть бдительнее, внимательнее. Сдерживайте себя в негативных суждениях по поводу действий ближнего. Вы, как правило, ошибаетесь. Катастрофически в этом отношении. Ваши суждения друг к друге, это все сводится к одному правилу. Осуждение на предположение. То есть вы, по сути, как лжесвидетели, такие своеобразные. Потому что вы, зажигаясь, начинаете распространять эту информацию дальше. Вы делитесь с кем-то. Вы поступаете, как обычный, такой грешник, лжесвидетель. Вы распространяете информацию, которая не имеет, правда, никакого отношения. Но вам показалось, вы где-то это услышали что-то. Вы оценили по-своему, нарисовали свой образ, но он неприятный, он негативный. И делитесь им дальше. То есть это уже относится к серьезному такому нарушению, которое начинает вас же и убивать, губить ваш внутренний мир. Нельзя этого делать. Вы должны в первую очередь попытаться оправдать явление, которое вас смутило. Попытаться посмотреть на его как-то по-другому. А почему вас смутило? Что именно вас смутило? А действительно ли вы думаете, что это было так, как вам увиделось? Ведь вы реагируете на какое-то явление не потому, что произошла какая-то реальность, действительно, вернее, вас смущает в этот момент не сама реальность, а ваше представление об этой реальности. Это и есть суть чувственного мира. Он очень быстро реагирует на некий образ, ваш чувственный мир, который у вас формируется по поводу чего-то произошедшего. Вам сразу кажется, что если человек что-то сделал, и вы как будто понимаете, почему он это сделал. Вы сразу за него думаете. Да он сделал это потому, что вот так вот. Да это у него вот это. То есть вы сами легко додумываете то, что внутри происходит человека, и тут же даете ему оценку. И это настолько вы к этому предрасположены. Это даже как-то и сложно подобрать какое-то такое смачное слово, но это как будто ваша особенность, как будто главная ваша суть. Так быстро дать оценку действиям ближнего. Но это катастрофическая ошибка. Вы не даете сблизиться друг с другом, себе, друг к другу, ближним как-то соединиться между собой. Пусть что вы сами несете, разносите что-то, что к истине не имеет отношения, но оно сеет только раздробленность, опасение того, что... То есть в сердце для человека, который воспринимает какую-то реальность. У него он так склонен опасаться всего. А вы еще сложным суждением туда подкинете благоприятных зерен, он еще больше начинает все бояться. Вы же знаете, что призыв демонов, разделяй и властвуй. Так вы и разделяете. Так успешно, интересно разделяйте. А ведь соединиться, это вовсе не значит. Давайте соединимся, так вот кричать. Да я вот тут придумал, приходите сюда, мы сейчас тут соединимся. Нет, это не какие-то такие лозунги, а наоборот смирение. Пробуйте идти к ближним и быть им полезными. Как умеете. Вот постоянно задумайтесь, а чем вы можете быть полезными? Ну кому-то, кто рядом, кого увидите? Можете ли вы чем-то быть им полезными? И пробуйте сделать, ничего не ожидая взмен. Все. Вот эти истинные шаги и призваны вести к единению. Пока они не делаются, единение не будет начинаться. Оно не станет происходить. Вы будете просто печься о том, о каком-то мнимом благе о ближних, но на самом деле к благу это не будет иметь никакого отношения. Так что, задаваясь вопросом о какой-то неприятности, с которой вы сталкиваетесь, всегда задавайтесь вопросом о себе. Почему вы так воспринимаете? А правильно ли вы видите то, что произошло? Почему вы решили, что это именно так? Чтобы вы как-то себя подвигли к тому, чтобы прежде чем делать оценку, как-то глубже попробовали уточнить те детали, которые вас смутили. Они действительно так и были. Больше уточняйте. Именно в связи с тем, что чувственный мир склонен у человека реагировать очень быстро. Поэтому именно вам надо сделать такое, и, казалось бы, не совсем разумный шаг много раз уточнять у ближнего мотивы его поведения. Пробовать переуточнить ваш собственный образ в том, что он сделал. Именно у него пробовать спрашивать. Когда вы переспрашиваете у него, а я действительно правильно понял, что ты сделал это, потому что вот так вот. Вы как бы у него пробовать переуточнить свой образ, дайте ему возможность объяснить, так это было или не так. Вы сами удивитесь, что все, что вы обычно придумаете, это совершенно никогда, как правило, не будет совпадать с реальностью. Ближние всегда вам скажут, все это не так было, я совсем по-другому это хотел сделать. Ну так вот, с этого и нужно начинать выяснять какие-то моменты. Но где главное по-прежнему будет всегда оставаться, когда вы торопитесь уяснить неправильность шагов своих собственных, неближних. Это тоже одна из моментов, как школа жизни, которая вас касается и вас проявляется. Ведь эти 20 лет и больше встреч моих с вами, произошли тысячи общений. Я, как правило, сталкиваюсь с одним и тем же. Вы спрашиваете про неправильные шаги ближнего. Не про себя. У вас всегда как будто бы интересует, почему ближний так неправильно себя ведет, где подразумевается, что вы беспокоитесь о чистоте событий каких-то, и вы хотите как бы так тем самым подправить какие-то великие события, свершения вокруг вас происходящие. Вы как будто бы так ратуете за чистоту, за благополучие этого происходящего. Но где вы пытаетесь разбираться в действиях ближних. Это неправильный подход. Он в корне неверен. У вас должна быть так, по умолчанию. Если ближний так сделал, он правильно сделал. Почему-то сделал, но он правильно сделал. Что-то спровоцировало его действия, но он сделал правильно в силу какой-то внутренней чувственной провокации, которая у него произошла. И эта провокация могла быть связана и с вами. То есть, если он в отношении вас сделал, значит, это надо было сделать именно в вашу сторону. Значит, вы как-то еще склонны неверно реагировать. А как показать, что это неправильно? Значит, надо кому-то что-то сделать, затронуть вас, чтобы вы так и проявили эту слабость и начали думать на эту тему. А так все и происходит на самом деле. Не случайно. Это мало кто способен быть по-настоящему врагом. То есть, враг – это тот, кто сознательно стремится нанести вам вред. Но с теми, с кем вы, как правило, общаетесь, мало таких людей. Из всех, кто вам как будто бы делает больно, на самом деле их может быть вообще и не быть. Таких именно людей. Они будут действовать, потому что им кажется это правильно, но специально вам сделать вред они вовсе не собирались. Но у них это будет удачно получаться, делать вам неприятности. Почему? Да потому что вы склонны их осуждать, обижаться склонны, неверно оценивать и где-то даже и сами склонны точно так же поступать. Вот они и делают это все. Вот вы друг другу и показываете ваши собственные слабости. То есть, вы друг другу учителя, по идее, в жизни. То есть, ваша натура, природа, она является главным вашим учителем, наглядным. Вы всегда можете увидеть наглядно. Учитель так не продемонстрирует, как вы друг другу можете продемонстрировать то, чего делать нельзя. Я могу объяснять много, но продемонстрировать у меня не получится. Но вы это продемонстрируете с большими красками, так сочно, ярко, масштабно. И вам просто надо увидеть, как делать нельзя. Но обычно вы будете замечать то, к чему склонны сами. На это, в первую очередь, обычно и обращает человек, потому что это ему знакомо. И он тут же на это обращает внимание. Обычно, как правило, это происходит именно так. человек. Так что, учитесь, правильно воспринимая действия друг друга. Учитесь многому, чему вы друг другу можете показать. Не осуждайте друг друга. Разрешите друг другу быть такими, какими вы есть. Любите друг друга такими, какие вы есть. Ведь, составляя семью, даже ту элементарную, природную, где у вас, мужчина, женщина, составляет семью. Там ведь та же самая история. Ведь там, как правило, пробуют вроде бы любить друг друга, но любят не друг друга, а стараются любить образ друг о друге. Именно образ. И когда с течением времени вы узнаете, что ближний не соответствует образу, вы начинаете скандалить. Вам кажется, что вас предали. Хотя, человек, каким был, таким и остался. Вы просто познакомились, наконец-то, с ним чуть больше. А он разрушил ваши образы. И все, и вам кажется, что вас предали. А это ложный подход к жизни. Поэтому будьте осторожны к тому, что вы ощущаете, как вам нравится. Это далеко не всегда может быть правильным. Вы можете угадать, что ваше желание может относиться действительно к чему-то хорошему. Где-то интуитивно вы вполне можете ощущать какие-то явления как хорошие. Это нормально. То есть, тут полностью ошибаться неверно будет. Вы можете это ощущаться, но вы, как правило, это требуете от ближних. И вот это начинается ошибкой. То есть, вы представление свои переносите на окружающую реальность и от нее начинаете требовать, чтобы она этому соответствовала. Вот это есть ошибка. Потому что окружающие может быть и таким, каким вы представляете, а может и не быть таким. Но когда вы начинаете требовать желанное, вы будете горевать. Вы должны горевать. То есть, вы выбираете путь страданий. Как вас учить? Да просто заставит страдать. И вы заставляете сами страдать. Это не воля Бога. Вы просто начинаете сами упорно идти против гармонии. Тогда боль. Боль вашим спутником будет по жизни всегда. Вы ее заслужили. Вы сами ее выбрали. Реальность не будет под вас подстраиваться. Это вы должны подстроиться под реальность. Поэтому меняя себя правильно, вы начинаете перестраивать себя под окружающие законы гармонии. Ведь закон гармонии это нечто изначальное, которое изначально проявилось по мере формирования мира бытия. И оно стало ведущим законом, естественно, совершенно, как естественно проявленная какая-то закономерность, позволившая развиваться миру материи. Это стало нечто большее, ведущее, определяющее. И тогда все, что новое могло появиться в этом законе, оно должно будет войти в этот мир гармонии. Потому что оно по сути, по своему статусу будет меньшее по отношению к этому большому. И либо уничтожается, переструктурируется, видоизменяется и начинает еще больше подходить к этому миру гармонии, к этим законам. Так же и вы. Вы родились в некоем большом законе, мире гармонии. Это как нечто большое начинает от вас требовать действий соответствующих. Сопротивляетесь, создаете себе трудности, выживать вы не будете, вы будете губить себя стабильно. Начнете перестраивать, вы идете в гармонию, все будет расцветать замечательно. То есть вам надо пересмотреть себя теперь правильно. Подстроиться под эту гармонию, не перестраивать окружающий мир, а себя перестроить под эту гармонию. Поэтому будьте осторожны к своим пожеланиям, что связано с вашей значимостью. У нее есть одна особенность. Когда ваша значимость проявляется, вы привыкли и приучили себя воспринимать ее как некую основу жизни. То есть достигая каких-то умений, профессиональных способностей, каких-то достижений, которые в жизни вы приобретаете, вы, естественно, и с помощью ближних начинаете гордиться этим. Вы думаете, что вы начинаете что-то действительно представлять себе очень ценное. Это должны понимать и другие, должны ценить. Они уже как будто бы и ценят, и хвалят вам, и грамоты выдают, и еще что-то, руки пожимают, все там где-то венки на голову возлагают. То есть уже как бы так поддерживает ваше вот это эгоистическое желание находить какое-то удовлетворение, что вы что-то значите. И это проявляется в каждой мелочи, которая у вас фиксируется как ваше личное достижение. Значит, любой, кто попытается подорвать то, что вы считаете вот этим достижением главным для вас, он будет вами восприниматься врагом. это неизбежно. Это просто совершенно примитивная закономерность. Ведь это же основа вашей жизни, вы за это цепляетесь. Вам кажется, что вы что-то умеете. Это как бы ваше я, истинное я вами ложно представляется. соответственно, всякий, кто попытается это подорвать я, он как будто бы покушается на вашу жизнь. Это не оговаривается прямо, но это сразу подразумевается. Поэтому реагировать вы начинаете очень остро. И не важно, кто этого ваше я задевает. Не важно, кто. Вот тут некоторые из вас, естественно, сталкиваются с интересными обстоятельствами, потому что вы порой даже не замечаете, что если вашего я коснется учителя, которым вы дорожите, вас сносит так быстро, и вы реагируете точно так же, как и на любого другого человека. То есть очень быстро вас смутнеет в голове, вы начинаете защищаться, вы начинаете сразу думать, учитель чего-то недопонял, ему неправильно донесли какую-то информацию, вот это я уже наслушался, такое дребедение за эти годы. Вам кажется, что что-то неправильно происходит, вас не поняли. Это как будто бы вы только родились, что ли, как будто бы совершенно незнакомы ни с путем духовного развития, ни с какими истинами изначальными, открытыми для вас, как будто вы какие-то странные оказались, вроде бы так много говорили о вере, а начинаете вести себя так странно, совершенно к вере не имеющей никакого отношения ваше поведение становится. Потому что вы очень боитесь, что кто-то вот так вот порушит эти основы, на которые вы привыкли полагаться, опираться. Но ведь учитель тем более приходит не для того, чтобы удовлетворить ваши желания. Именно не для того, чтобы удовлетворить желания, он приходит разрушить ваши желания, перестроить вас и как бы подвигнуть вас делать то, что вы делать не захотите. Ведь все, что вы хотите, это то, чему вы соответствуете. Значит, если учитель расскажет все, что вам нравится, что вы хотите, а чему он вас научит? Просто подтвердит ваше желание, то, чего вы достигли. И все, вот разговор закончил. Пожмем друг другу руку, порадуемся, как здорово, какая приятная компания. Удовлетворили друг друга, разошлись. И все, как были нищие, так нищими и остались. Это будет иллюзия какой-то победы. И, конечно же, когда вы в хорошем настроении, вы можете подсказки учителя воспринять положительно. То есть где-то интуитивно, так как Божье у вас есть, вы, соответственно, на хорошем волне, какое-то настроение, вы вполне в состоянии почувствовать, да, кажется, это действительно истина, это правильно. То есть вы почувствуете эту истину. Это обязательно будет. Но ведь я прошу сделать что-то правильное не тогда, когда у вас хорошее настроение. Я ведь пришел изменить ситуацию, когда вам трудно, когда вы попадаете в проблему. И когда вы начинаете проявлять склонность делать присущий вам шаг. И вот стоит вам спросить, а что бы я подсказал? Будьте уверены, я скажу все то, что вам не понравится. Просто это, ну, по-другому не может быть. Оно однозначно вам не понравится. И вот тут и начинается главное. Насколько вы вообще верующие, в состоянии быть верующим? Действительно ли вы будете это делать? Или просто сделайте вид в очередной раз, какие вы замечательные, какие вы искренне верующие, как много скажете о любви и тем, что вы дорожите. На самом деле это все пустой звук. Меня интересует, как вы реагируете на что-то, когда вам трудно. Вот тут я и могу увидеть, что вы из себя представляете. Действительно ли стоит на вас тратить время и что-то подсказывать? Или вы просто играете в духовность, а в трудный момент начнете городить какую-то ерунду и доказывать мне какую-то свою значимость, не слушая то, что я бы хотел вам подсказать. Вот этот особенный экзамен, он, конечно, нередко происходил, но, возможно, он будет все шире и сильнее сейчас у вас проявляться. Поэтому будьте осторожны к тому, что с вами происходит. Будьте бдительны, внимательны. Будьте осторожны к тем суждениям, которые в негативе у вас проявляются. Когда вы чего-то пугаетесь, чего-то смущаетесь, вот тут выйдет ваша слабость. Обязательно выйдет. И вам надо будет поступить как-то по-другому. А чтобы преодолеть себя и поступить по-другому, нужно волевое усилие. Волевое усилие, которое надо тренировать. Не у всех у вас оно одинаково. И в трудный момент не каждый из вас делает этот достойный шаг правильно. То есть вы разную степень волевых усилий имеете или силу. Поэтому кто-то действительно с крыжаща зубами сможет сделать, кто-то не сможет это сделать. Но это не страшно. Потому что с каждого из вас спрашивается столько, сколько вы в состоянии сделать. Тут вам трудно будет самим оценить. Удалось вам сделать что-то или не удалось. Вы не знаете своих возможностей. Поэтому вы не должны торопиться расстраиваться, если что-то у вас не получилось. Вы просто не обманите сами себя. Это самый главный критерий. Не обмануть себя. То есть вас стала задача, вы что-то пытаетесь сделать, переспросите себя. А вы все сделали, что на этот момент считали правильным? Действительно ли вы все сделали? И я вполне могу подсказать вам, что вы в состоянии сделать эту правильную оценку. Вы можете сами перед собой сделать эту правильную оценку. И если вы внутри, заглянув внутрь себя, скажете, да, вроде бы я все сделал, как виделось правильным. Все, выйти спокойны. Вы сделали все, что от вас требовалось. Не переживайте, если что-то рухнуло, как-то что-то не получилось, вы сделали все правильно, именно от вас зависящее. Но если что-то рушится вокруг, ведь рушится не только от вас. Там ведь участвуют и другие люди, у которых точно так же стоят экзамены. Но вы все по-разному их решаете. Поэтому многое может разрушиться не потому, что что-то вы не допустили, это вполне, кто-то тоже так же где-то не смог решить задачу, и оно могло рухнуть. А где-то должно было просто рухнуть, потому что уже пора возводить что-то более интересное. А какое-то старое здание там продолжает мешать. Надо его как-то порушить. Оно порушится. То есть причин каких-то крушений может быть очень много. И сами вы не сможете оценить, от вас это произошло, виноваты вы или не виноваты. Ваша задача – просто искренне оценить правильность своего личного поступка и не обмануть самих себя. Все, и смелее идите вперед. Вы по-разному все будете видеть, по-разному делать, но так и благосклоннее отнеситесь к этим разным проявлениям друг друга. Позвольте ближним делать так, как они умеют, но не требуйте от ближнего, чтобы они делали так, как считаете вы правильным. Это одно из глупейших проявлений человека. Нельзя этого требовать. Это неправильно. Это к духовности не имеет отношения. Это все противоречит духовному пути развития. И пробуя так трясти друг друга, вы никак не будете способствовать какому-то развитию ни ближних, ни, соответственно, самим себе. Вы не позволите духовно развиваться. Вы будете деградировать. Вот с такими требованиями. А чем взрослее становитесь, тем каким-то вы становитесь более таким специфичным. Вы могли заметить все с течением времени, с возрастом начинают крепнуть какие-то моменты, и вы становитесь какими-то такими навязчивыми, какими-то настойчивыми, какими-то зудите, ходите кругом, требуя какой-то справедливости. То есть вы как-то начинаете вести себя специфически и, конечно, негативно. С возрастом это, конечно, усиливаться способно. Но не стареете вы так быстро. Вот чем больше вы требуете, вы быстрее стареете. Живите легче и проще, позволяя ближним быть такими, какие они есть. Меньше друг от друга требуете. Вы дольше сохраните молодость своего духа. И тогда, как бы ни изменилась ваша внешность, вы будете прыгать, улыбаться, шутить, и вас не будет докучать бесконечно такое, казалось бы, недолюбливание вас со стороны ближних, которые все время того и глядят, только и думают, как бы вам не навредить и украсть ваши тапочки. Ну, такое смешное, очень много происходит, но оно происходит по одному принципу. Вы боитесь, и вот этот страх, он потом переходит в определенную фазу, и ваше сознание, приобретая определенные формы, оно начинает очень сильно концентрироваться на этом страхе, негативе, вас начинает пугать все, и вы начинаете ходить очень страшненькие такие. Но перестаньте так делать. Пока есть возможность, учитесь менять себя, и будьте молодыми, независимо от того, что с вашим телом произойдет, насколько она там одрехнет, и там повиснет где-то, и что-то отвалится, это ерунда все это. Ваш костюм попортился немножко, но вид у вас немножко приобрелся какой-то, но вы так же молоды, вы так же бодры духом, вы так же шутите хорошо, вы воспринимаете мир свежо, этот сил, эту чистоту, красоту духа, вы вправе сохранять. Она не зависит так от тела, но будьте осторожны, потому что развивайте дух, не следуйте инстинктам, которые вас как раз и ведут путем удовлетворить вашу значимость. И все, вот этот путь вас сильно старит. Так что, если сейчас попробуйте что-то спрашивать дальше, помните, спросите, прежде, конечно, про свои шаги. Мне сейчас чем дальше, тем меньше интересно касаться каких-то глобальных тем, потому что это настолько пустые темы. Когда начинаете спрашивать про какую-то вселенную, про каких-то там ариев, как-то мне начали что-то спрашивать в Петербурге, какая-то, извините меня, поражение, какая-то фигня полная. Дед ходит спросить, зачем вам это все нужно? Когда каждый ваш шаг, он определяется от того, вот сегодня вы пойдете, сейчас выйдете из зала, и от вас что-то потребуется в ваших реакциях в отношении ближнего, конкретно и простое, без каких-то там пониманий арии, глобальности какой-то, откуда кто вышел, куда пошел, где кто живет, на каких звездах. Это все совершенно не нужно вам. Вам надо понять, кто вы есть и научиться правильно реагировать на то, что делает ближнее. Это величайшая задача, на которой почему-то видится как что-то очень простое, обыденное, как будто бы неинтересное, интересное, и надо прочитать, что там скажет Лапрон, Мамрон, Боброн, еще кто-то там. Зачем? Ну что вам не хватает? Вы контактируете, вы вот сейчас выходите, сидите рядом друг с другом, реагируете как-то друг на друга, на действия друг друга, вы как-то уже реагировать способны. Вот эта школа, реальная школа, связанная с вашим развитием. Ну так и анализируйте свою реакцию, что с вами происходит? Почему вы посмотрели на человека и вам показалось, что он сделал что-то неправильно? Вот вас задело что-то, шоркнуло внутри, вам неприятно стало. Вот задумайтесь, ведь что-то же у вас полезло вперед, как неверное. Именно ваше неверное, а не в ближнем действие неверное. Ваше неверное? Ну так и начинайте менять вот это все, и вам никто тут не сможет помочь, это вы уже сами должны все это решить. То есть это нельзя изменить со стороны. Нельзя ожидать, чтобы сейчас что-то хрустнуло, где-то какие-то протихали часики, раз, и вы в новом измерении. Такие чистые, прямо все сверкает, глаза хрустальные, нибы вообще блестят, глаза слепят. Вот ожидание какое, настолько примитивное, несерьезное. Получается, что ваш весь труд, он вообще становится чем-то пустым звуком каким-то. То есть вы зависите, ваша чистота и развитие зависит от каких-то внешних событий. Вам просто надо потерпеть, где-то продержаться чуть-чуть, ночь простоять, там патроны вовремя поднести. А там, опа, и чисто, все так замечательно стало. Вы любите друг друга, оказывается, у вас новая форма измерений каких-то проявилась. Но, ваше измерение, это вы когда в медузу превращаетесь, вот такую, в расплывчатую, такую, ворчащую, вот эти измерения, они часто проявляются. Но удержите свой человеческий облик красивый в вашей душе, чтобы ваши глаза, они светились радостью, они светились какой-то надеждой, чтобы общаясь с вами, человек чувствовал какую-то опору, что-то интуитивно ощущал внутри себя, как желание к вам еще раз подойти, что-то переспросить, поговорить о какой-то глупости, но побыть рядом с вами, что что-то незримое, трудноловимое, но его притягивает к вам. Вот то должно из вас исходить, а не какие-то мудрствования, что-то очень простое, теплое, приятное, где у вас должна проявиться готовность быть полезными, не важно, где вы будете. Конечно же, то, что открывает последний завет, это требует некого максимального усилия в каком-то уникальном построении какого-то явления. Это действительно, если учитель приходит, учитель истины, он собирает максимально благоприятное что-то, что призвано зацепиться и начать утверждать в жизни в каком-то определенном объеме, то есть дать толчок к началу, который приведет к дальнейшему необходимому изменению всей судьбы остальной части человечества. То есть судьбоносный какой-то поворот внести, он приходит, но в нем не могут все поучаствовать, и это не беда, что в нем не могут все поучаствовать, вы все имеете разные возможности, разные особенности, и где я уже успел в сегодняшней встрече именно подсказать, вы главное не обманите сами себя. Может быть, вы и можете больше, но если вы сами искренне ответьте, что вы могли бы больше, но не делаете больше, тогда вы обманули себя. Но если вы искренне оценив свои возможности, понимаете, что больше вы не можете, и делаете искренне то, что можете, но вы делаете все правильно, вы на своем месте, все замечательно, вы все равно участвуете в становлении того, что Богом предопределено. Вы та единица уникальная, ценная, которая и должна проявляться на этой земле. Вы решаете, являете волю Бога, реализуете ее в меру своих возможностей. Это замечательно. Но не кричите об этом. Делайте это скромно, смиренно и по возможности ненавязчиво. Вот это уже как раз и будет очень непростая задача, потому что так хочется навязать, так хочется спасти, так хочется громко чего-то, кому-то сказать и убедить в чем-то. А это ошибка. Это делать нельзя. Так что присмотритесь к своим действиям и по возможности прорвайте оценить. А правильно ли вы что-то делаете? Почему вы что-то смущает ближних? Почему вам хочется поменять их действия? Пускай они делают так, как хотят делать, как видят правильным. А вы поменяйте свое отношение к ним. Вам надо во многом разрешить им быть такими, какие они есть. И вы в то же время спровоцируете их разрешить вам делать то, что вы считаете правильным. То есть они тоже меньше станут требовать с вас чего-то, что вы очень склонны требовать с них. У них точно так же сбавятся какие-то обороты в требованиях к вам. Вот так вы помогая друг другу начинаете и менять происходящую реальность. Так что успокойтесь, что бы ни происходило. продолжайте идти. Все происходит замечательно, так как этому надо произойти. И торопитесь не обмануть сами себя. Все сделайте как нужно тогда. Все произойдет в нужный момент, в нужном интервале, с нужным масштабом. Оно произойдет. Слишком уж это уникальное явление. Тут каких-то судьбоносных случайностей просто быть не может. Вы учтены все с вашими возможностями. Все учтены, на что вы способны. Вы будете обязательно делать, даже не ведая того во благо происходящего. Просто лишь умея правильно оценить свои действия и не обмануть себя, вы можете ускорить благоприятное духовное развитие свое лично. У вас есть возможность, у вас есть такая свобода выбора. Но учтены и ваши предрасположенности, которые вы не в силах поменять, но являются вашими слабостями. И вы проявите эти слабости так, чтобы это тоже было во благо происходящего. Каждая волосинка на вашей голове учтена Богом. Ваши действия, они все предопределены во многом. То есть вы, вам не надо торопиться слишком уж беспокоиться о чем-то великом. Вы все равно в нем участвуете, и оно произойдет, это великое. Но так, как оно должно произойти, не так, как вы хотите. Как вам бы хотелось увидеть, представить. Все будет не так, а так, как надо. И вы не угадаете, как это должно быть. Вот так вот. Самое, что он простое. Володька уже сразу у нас камушек. Он торопится сказать о своих действиях. Он так скучал, долго не виделся, и он так хочет спросить, а правильно ли ему делать тот или иной шаг. И, конечно, наверное, он уже все взвесил, и понял, он ничего, ни про кого не спросит, только про себя. А надо ли ему вообще было беспокоиться этим? А надо ли было бы смотреть на то вот так-то или так-то? И он сейчас задаст замечательные вопросы. Я ему тут же подскажу, скажу, Володя, именно вот это делать было неправильно. Правда, я уже отвечаю, но можем, конечно, сопоставить с более чем-то конкретным, чтобы оно и вам было понятно. Итак, слушаем, Володь. Конечно. Верно, я же сейчас объяснял об этом. Вы не обманите сами себя. Да, а вот теперь мы должны посмотреть, а вот именно этот шаг конкретный, это относится к этому? Или просто вот эта подсказка касается всего остального? То есть захотелось прыгнуть с крыши, а весь мир кричит, да ты чего, ты же ухо сломаешь себе, у тебя костюм порвется, а вы все равно прыгаете с крыши. То есть главное туда не внести все, что захочешь. Да, лично свой, личный шаг относительно себя самого. Да, но я не подразумевал, что вы подходите к ближнему и делаете то в отношении его, что вам кажется правильным, а весь мир говорит, так делать нельзя. Тут и я подсказываю, не только весь мир так делать нельзя. Свой собственный шаг относительно себя, лично, сделай, как считаешь, правильным, но не в отношении ближнего. Так. Нет, для чего же тогда учитель приходит? Если ты спросишь, что у меня надо или что-то делать, меня не интересует, что тебе подскажет весь мир. Я тебе подскажу, если увижу благоприятным что-то. А за чей что? Ну, ошибся, Володь, прости грешника. Ошибся, не доработал, не учел твой удивительно, изысканный, построенный ум, ну, я допустил лишь ошибку. Володь, если ты хочешь мое мнение узнать, узнай. Если ты будешь меня воспринимать как весь мир, сделай, как тебе душа взбредет. Если ты посчитаешь, что мое слово для тебя закон, сделаешь так, как я скажу. Все очень просто. Ты сам определись. Главное, что ты хочешь от меня. Услышите, как ты ко мне относишься. Верно. Так почему же ты не уточнил, а правильно ли мне было делать что-то? Вот я бы тебе и сказал. Ну, Володь, за эти годы ты пытался сделать кое-что, ни разу у меня не спросив, а нормально ли было это делать. Что тебе помешало спросить? Тебе помешал внутренний страх, Володь, спросить. Я бы опроверг тебя и сказал, что то, чем ты дорожишь, неправильно. Володь, есть вещи, которыми ты очень дорожишь, но я тебе сейчас могу сказать, что они неправильные ценности, но ты о них меня никогда не спрашивал. Ты мне пытался их доказать, что они правильные, а не нужны. Я пытался тебе неоднократно кое-что подсказывать, но ты впадал в определенное состояние и вообще переставал меня слушать. Это были очень интересные минуты мне видеть тебя, который говорил о своей вере, который очень искренне пытался показать, как он этим дорожит, но тут же переставал меня слушать, когда я подсказывал очень простые конкретные нюансы. Володь, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Если ты хочешь что-то конкретное переспросить, спроси. Назови точный свой шаг и скажи, правильно ли мне как верующему сделать и назови очень точно, что именно ты хотел сделать. Все просто ведь, Володь. не надо мне слова такие громкие, лозунговые, с флагом, не надо. Назови точно, надо ли мне было подойти к этому человеку и сказать вот то-то и то-то или потребовать от него то-то или то-то, ты что-то потребует, конкретное ты хотел. Так вот и назови, правильно ли мне было это сделать. видишь, ты ничего мне не говоришь, ты обобщаешь что-то, скрывая конкретное. Обобщаешь. Такой вопрос не подойдет. Подожди, я же сказал, вы спросить можете только про самих себя. Все остальное не принимается. Про самих, про самих себя. вот и спрашиваем правильно ли мне лично сделать тот или иной шаг. Ну-ка, ну-ка. Так. Правильно ли мне лично? Так, начинаем. Подожди, правильно ли мне лично? Давай. Ну, я помогаю тебе сформулировать простой вопрос. Нет, неправильно. ты не должен навязывать беседу ближнему. Верующий не навязывает свое общение ближним. Достаточно тебе ответ. Верующий не навязывает свое общение ближнему. Ты можешь попробовать сделать первый шаг, что-то упомянуть, но если видишь или тебе показалось, что ближний не реагирует на твое предложение, как-то не отвечает так, как тебе хотелось бы, успокойся, остановись, найди лично ему оправдание и вперед по жизни с улыбкой. Сейчас ты услышал подсказку? Ты можешь попробовать сделать шаг, я же тебе не сказал, добейся от него ответов, каких бы тебе хотелось услышать. Что бы он ни говорил, добейся от него, стой рядом и тряси его, пока он не ответит тебе так, как ты хочешь. Разве я тебе такую подсказку сказал, Володь, я же тебе сказал, если поговорить, поговори, все, дальше, ты делаешь то, что я тебе сейчас просто подсказал, ты подходишь, пробуешь говорить. И в зависимости от того, какая реакция происходит, уже, соответственно, должен повести себя правильно. Если ты видишь, что ближний не реагирует на твои фразы, или реагирует как-то, как будто бы не отвечая тебе, уходя от общения с тобой, дальше ты останавливаешься, забываешь эту тему, еще лучше оправдываешь его действия, где подразумевается твоя личная глупость, настырность, грубость, только так ты можешь оправдать ближнего, а себя поставить немножко в другой, на другой ступени. И успокоиться, сказать, видимо, я действительно еще пока не в состоянии вести интересную беседу, видимо, я слишком груб, глуп, и просто у меня не получается, еще пока что-то выяснить, может быть, когда-нибудь это получится, улыбнулся, пошел дальше. Володь, смотри, я тебе дал простую, прямую подсказку, но ты не слушаешь меня, ты продолжаешь добиваться того вопроса и ответа, который тебе хочется добиться сейчас. Видишь, видишь, дал простую тебе подсказку, и она тебе не входит в тебя никак. Ты даже и не слышал, что я подсказал, как сделать. Сейчас, сейчас, Володь, я сейчас тебе подсказал, как надо сделать. Сейчас, в отношении того, что ты назвал, вот прямо сейчас, бери, делай. Тебе не хочется, да? Тебе не хочется делать так, как я подсказываю, да? Вот то, лекция, о которой я сейчас и говорил, я буду подсказывать то, чего вы не захотите сделать. И смотри, вот сейчас ты демонстрируешь, тебя есть свое желание, но тебя не интересует моя подсказка. Я для тебя как будто бы учитель, но моя подсказка тебя не интересует. Ты извлек из чего-то сказанного ранее то, что тебе понравилось, и теперь используешь это как некое требование, ожидает меня подтверждение того, что ты понял. не пытаясь у меня выяснить, а что я подразумевал в какой-то подсказке, а то, что ты понял, чтобы я подтвердил это. И я сейчас разрушаю твою иллюзию, но она тебе не нравится. Валой, ты услышал, что надо тебе сделать? Иди сделай. Валой, иди сделай. Что непонятное сделать из того, что я сказал? Вот простое. Идти, сделать первый, второй шаг. что мешает сделать? Голова. Голова мешает, Валой. Да, знаешь, ну, как будто бы, и можно сказать, где-то образно, да, но внутри что-то там как-то мало от Бога что-то есть. Все, Валой, Валой, вопрос у тебя не получилось. Более того, я уже дал ответ простой. Я Валой, ты решил сейчас всю встречу построить на этом общении? Закончить, да, закончить, доканчивай. Вот это яркий пример. Володя делает так, как умеет, но вы так же склонны действовать, точно так же. То есть, тогда, когда закусывает ваш интерес, обратите внимание, то есть, я уже обозначил, вы в жизни достигаете чего-то, приобретаете нечто, что считаете вашей ценностью. Как только ваш этот интерес пересечется с интересом кого-то, и это не будет совпадать, вы попадаете вот в такое состояние. Вы начинаете защищаться, вы начинаете чувствовать, что как будто кто-то, ну, как-то вас не понимает, вас не видит, недооценивает, даже более того, вам пытаются как будто бы навредить специально. Но это иллюзия. Все совсем не так. Сейчас, Володь, ты же видишь, даже теперь уже мешать будешь говорить мне. Ты будешь просто говорить вслух, да? Володь, прояви теперь смирение. Я вроде бы тут про смирение немножко что-то сказал. Молча. Буду рад. Мне будет приятно увидеть молчащего Володя. Приятно. Я буду сразу видеть победы, которые ты делаешь новыми шагами. Володь, давай. Еще вопросы? Добрый день, Читер. Вопрос такой. Мужчина, который предложил мне дружбу, общается со мной раз в три недели. И когда он исчезает, я смущаюсь, то есть я не могу, я не знаю, как у него уточнить, могу ли я спросить. То есть я боюсь, что я проявлю требования, если я спрошу у мужчины, как он видит эту дружбу. Как он видит дружбу? Да. То есть... Знаешь, это будет вообще сложный вопрос очень. Ты что-то вызовешь на какую-то философскую беседу, но это тебе полезным не будет. То есть это ему сложно будет выразить, он может и не представляет ее. Тем более сегодня он видит одну дружбу, с какой-то с одной стороны, как-то он ее представляет, но он же меняется каждый день, а ваше знакомство предполагает длительный какой-то период общения, они временно забежали, поговорили, вспомнили о чем-то, поулыбались и забыли опять на время друг друга. Ты же как бы предполагаешь дружбу, а дружба это какое-то общение неизбежное. И дружба естественно предполагается как что-то долгое. Никто не хочет дружить временно, все хотят дружить всегда. Так вот и ты тоже желаешь, чтобы дружба была всегда. Значит общение у вас будет долгое предполагается, но ведь каждый день он будет по-новому смотреть на это слово дружба и видеть это по-разному. Чем лучше будет развиваться, тем точнее будет видеть, правильнее будет делать. И то, что ты сегодня спросишь, через месяц он может совершенно другое сказать, так а зачем тебе держаться за мнение, которое у него было месяц назад? Или ты регулярно будешь спрашивать, а не поменялось ли у тебя что-то в отношении дружбы? И так регулярно. Вот тут его можно напугать, он может так сочуриться где-то подумать, он может немножко напрочь сесть, регулярно будешь его про дружбу переспрашивать. Поэтому лучше такую сложность не спрашивай, просто дружи. Если что-то переспросить хочешь, это как бы так допустимо, нормально. То есть сама попытка что-то переуточнить требованием не является. Требование это когда настойчиво пытаются человеку дать понять что-то, что вам кажется правильным, и вы ждете это от другого человека. И как-то так проявляйте некую настойчивость в этом. Вот это уже требование начинает проявляться. Любая попытка что-то переспросить для себя требование в принципе не может являться. Поэтому конечно переспрашивать что-то ты можешь. Но будь осторожен с такими суждениями. Просто если с его стороны звучала фраза «Я предлагаю дружбу с целью составления семьи», а я ему сказала, и при этом я его не видела три недели, я ему сказала «Ты знаешь, я уже даже как-то забываю тебя». Вот эта сама фраза «Я уже забываю тебя». Она может предполагать, что может быть тебе не пора почаще встречаться вместе «Бросай все дела». А я могла эту фразу сказать? Это не было каким-то требованием? Предполагает «Бросай дела, передумай о смысле, ты как-то поменьше будешь делать свое, будешь идти ко мне». Это уже неверно. То есть то, что он делает и пробует навязать ему другую линию поведения. Ты знакомишься сейчас с человеком. Не торопи события. Если он заслуживает того, чтобы быть рядом с тобой и стать вам одной семьей, он никуда не денется. Он с течением времени, если у вас все правильно происходит, будет только крепче держаться за тебя. То есть если вы должны быть рядом и вы контактируете друг с другом, общаетесь, то если вы это делаете правильно, тем сильнее вы будете притягиваться друг к другу. А вот такими пугающими намеками, вопросами странными вы начнете пугать друг друга. Вы и так склонны бояться, а тут начнете настораживаться быстрее. Вот это будет тормозить ваше сближение. Но если вы предрасположены быть вместе, общаясь спокойно и хорошо, никуда он не денется, не пугай его. Но если вы не должны быть рядом, он потихоньку все равно ускользнет. Так и ладно, он все равно не должен быть рядом. Я поняла. И второй вопрос, если я могу задать. Если я нахожусь вместе с ним в компании женщин, которые намного более симпатичны, и я вижу, что он это отметил, у меня нету чувства ревности, но у меня возникает чувство дискомфорта внутри. Неуверенности в себе. неуверенности. Не бойся. Надо учиться преодолевать, не встревай в эту тему, не переуточняй в эту часть. Будь сама собой. Будь сама собой. Вы все разные. Мужчина вполне может отметить, что какая-то женщина, ее облик, он как-то его мог задеть, он мог отметить, что он действительно красив, этот облик, его ему интересно. Но это не человеком быть рядом вовсе не означает. Поэтому мужчина, он специфичен в своем восприятии, ему это надо позволить проявлять. Он не сможет по-другому, мужчина не сможет не замечать женщину по природе, по психологии, он не может по-другому к этому относиться. Поэтому если он что-то подмечает, отмечает, может быть, даже похвалит, не пугаетесь, и начало сделать серьезные ошибки в отношении его. То есть вы начнете разрушать ваши отношения. То есть мужчина это будет. А если он к этому склонен, а вы начнете эту часть как-то придавливать, неправильно наступать в эту область, он начнет вам лгать, скрывать то, что он все равно делать будет. Но это никак не улучшит ваши отношения друг с другом. То есть вы начинаете закладывать и ты в первую очередь с своими вопросами, сомненьями начнешь закладывать вот эту трещину в ваших отношениях. Не надо располагать его ко лжи. Чем больше вы будете правильно относиться к его данности, к тому, чем он обладает, тем проще ему доверять вам. Он будет понимать, что вы принимаете со всем тем, что он имеет. Ему не надо ничего скрывать. Он не будет вас бояться. Это лучше. А мужчине запретить оценивать неверно. То есть предполагать, что если он рядом с вами, он должен хводить только вас. Вот мы и говорим о значимости. Ведь она везде проявляется. У женщин она очень сильно способна проявляться. Вы же с юности приучаетесь к тому, что мужчины, мальчики, они все должны как-то вас ценить, ухаживать, уважать, бережно к вам относиться. На какую мельничку водичка льется? На эгоизм. Обязательно. Поэтому если вы особенно женщины не будете правильно себя формировать, вы станете невоспитанными, избалованными теми, кому удел быть одинокими. Вы сами распугаете мужчину. Можете быть соблазнительными, привлекать их, но на время. Когда начнет с вами жить, он убежит. Потому что вы сами его прогоните, вы напугаете. Нельзя так проявляться. То есть будьте осторожными. Смирение это важное явление. Не только в области как в общем, как мы сейчас говорили, в всей встрече, но и в такой, казалось бы, бытовой части, проявлении женственности. А у мужчины немножко другой оттенок, но точно так же ему надо уметь быть смиренным во многом. Не пытаться соревноваться там, где порой это уже становится совершенно неуместным. Хотя принцип соревнования для него как-то более-менее еще оправдан для мужчины, но для женщины это не должно быть. Вам не надо так соревноваться. Успокойтесь. Вы водичка. Течет, журчит, мягко обтекают все острые углы. Журчите, не пытайтесь твердеть, не пытайтесь кристаллизоваться как камень. Вы будете разбиты. Мужчина всегда будет крепче вас как камень. И вы проиграете в этом отношении. Поэтому не гонитесь за мужчинами, а учитесь быть женщинами в нормальном смысле. Поэтому отбросьте многие привычные сейчас навязываемые формы взаимоотношений, проявлений. Учитесь постигать женственность. Поэтому не придирайтесь скромностью и не пугайтесь. не пугайтесь остаться одинокими, не пугайтесь. Учитесь уважать себя, учитесь любить себя, учитесь жить радуясь, неся радость, учитесь получать удовольствие от того, что вас окружает. Несите свет внутри себя, но не навязанный, не навязывая никому. Скромный, красивый, чудесный. Тогда все будет так, как нужно. Если что-то должно быть рядом с вами хорошее, оно обязательно будет. Вы уже тут не промахнетесь. Но если не должно быть, оно в любом случае не будет. И как бы вы это не навязывали что-то, вы все равно этого не будете иметь, но вы многое испортите еще и в себе. Вы многое потеряете из того, что на данный момент имеете, а потом уже потеряете и то, что имеете. спасибо. учитель. Спасибо. Костя, учитель, из-за того, что ты сейчас сказал, что выходит, судьба предопределена, да? То есть, от судьбы не уйти, да? По большому счету уйти сложно, по большому счету. И тем более из первых встреч, первые годы, многое ты посвящал этому времени говорил вам, что ваша судьба она связана с некоторой вашей предрасположенностью, максимальной предрасположенностью к какому-то действию. То есть, вы родились, вот рождается ваше тело, тут учитывать можно генетические предрасположенности, родившиеся физиологию, с какими-то отклонениями в физическом развитии, в умственном развитии. То есть, эти параметры все можно, они как бы данность уже явилась. А если еще туда духовная ткань вкладывается, она усиливает чувственные стороны этой данности. И, соответственно, также есть данность, реальная данность, которую вы не можете фиксировать, но она-то есть. То есть, у вас проявляется естественная предрасположенность к чему-то, очень сильная, мощная, которую вам сложно обойти, но она есть, но она не жестко фиксированная в вас. И также в каждом человеке эта данность есть. Так вот, при определенных условиях, этих данностей можно увидеть, что при соприкосновении вас друг с другом, как вы будете действовать, как вы будете дружить, контактировать, жениться, бросать друг друга, предавать, бросаться надзод, куда-то еще что-то, решать какие-то планы. Многие вещи, они видны заранее, с рождения. И вот, эта данность, ее трудно менять, но можно. Просто, если в какой-то момент увидеться для вас благоприятным поменять судьбу вашу, когда вы, познавая мир вокруг себя, ведь все, что вам дается, вам дается в помощь вам. Но как вы к этому отнесетесь, это от вас зависит. Но вы будете встречать все то, что должно сделать вас лучше. У вас есть предрасположенность к чему-то, но вы все равно будете сталкиваться к информации, которая способна изменить этот ход событий у вас. И от того, насколько вы внимательно к чему-то относитесь, насколько вы самоотверженно пытаетесь победить себя, свою слабость. Вот что мы говорили сейчас. Когда вы берете себя, вас несет, а вы тормозите себя, начинаете проводить порядок и заставляете двигаться в другом направлении. Не так хочется, как очень страшно делать, но вы знаете это правильно, вам получилась подсказка, вы пробуете сделать именно так, по-новому. Вот в эти периоды вы начинаете менять свою судьбу, у вас есть возможность так это изменить. И вот такие точки они у вас встречаются в жизни, но мало кто отдает этому правильное внимание, этому уделяет и правильно силы придает необходимо, но изменить вы судьбу можете. То есть я правильно понимаю, ты больше сознательно волевых усилий, силы духа, силы воли, да? Конечно, то есть работа над собой, это как элементарный спортзал. Вот пришел человек в спортзал, вот турник, он говорит, я хочу накачать силу, то есть физическая какая-то сила, ему какие-то мышцы надо развивать. Ну вот он подошел к этому турнику, ну на порыве какой-то, сейчас я хочу, я все, я решил, он первый день подтянулся, так почувствовал себя, все, он начал, ступил на этот путь, пошел, завтра проснулся, что-то лень какая-то, что-то мышца как-то не то, как-то, ну вялость какая-то, еще что-то, подошел к турнику, может быть сегодня не надо, не слишком я переборщу, сегодня еще опять подтягиваться, лучше завтра я пойду. То есть он начинает проявлять ленность. Вот это сила воли, где требуется, если он действительно хочет развиваться, то ему надо очень серьезно уделить этому внимание. Тогда преодолеть свою слабость, какую-то ленность и заставить себя делать что-то, что делает его сильнее. Вот это и есть сила воли. То есть духовное развитие это аналогичное явление, где каждый день надо себя поймать, зацепить, несмотря на настроение, хотя настроение порой так соблазняет, выразить какое-то недовольство чем-то и заставить себя ну-ка молчать, стоять, когда-ка по-другому надо реагировать и начинаете себя преодолевать. Вот это развивать потребуется каждому. То есть человек делает усилие, но будущее уже видно. То есть сможет он или нет уже видно, да? Есть предрасположенность. То есть если видно, что если он сделает как предрасположено у него, будет как известно с рождения, но у него есть шанс поменять. То есть если он все-таки вот в этот момент сейчас пересилит себя, он чуть-чуть изменит свое действие. Оно повлечет изменения уже и дальнейшего. То есть он может изменить порою, но не всегда к этому всерьез относится и делает как всегда. Хотелось как лучше, получилось как всегда. То есть часто вот именно это и происходит. во многом судьба становится как будто бы неизбежна. Но это так, не совсем точная информация. Можно еще один вопрос задать? Другой. У тебя есть такие слова реальность воли Бога. Да? Вот реальность воли Бога, которая происходит сейчас в мире, в политике, это можно отнести отчасти к воле Бога? Обобщенно. То есть вам дано то, что призвано сделать вам лучше жизнь. то есть вы должны что-то понять. Поэтому реальность она складывается. Но вы, если сделаете что-то еще правильнее, чем склонно сделать, у вас поменяется реальность. Она будет другой. И она по-прежнему будет той, которая сделать должна еще лучше вас. Она тоже меняется, реальность. Ее проще воспринимать как воля Бога. То есть это явление, когда мы говорим о Боге, и когда я пробую вам сказать, как он вам помогает, и что связано с его особенностью, эта тема очень специфичная. У вас за века наработалась терминология, определенные образы, где вы видите Бога как человека. Вы наделяете его многими свойствами, вам характерными. Потому что совершенно естественно, вам трудно представить Бога, наделив его тем, чего вы никогда не видели и не знали. Вы это представить в принципе не можете. Поэтому представить-то хочется как-то. Вы же о чем-то вроде бы понятном говорите. Все. Если вы так желаете, вы никуда не денетесь. Вы начнете наделять всем, что вы сами обладаете. То есть вы не сможете друга придумывать. И получается, что за века вы надумали очень многое того, что на самом деле к реальности не имеет отношения. Оно все далеко по-другому. Но объяснить не так будет мне вам просто. Потому что мне придется использовать какую-то терминологию, которую вы не обладаете. То есть мне надо какие-то слова подобрать или формулу какую-то написать. Но у вас нет понимания этих нюансов, которыми я мог бы воспользоваться. Ведь все, что я могу использовать для объяснения, я должен извлечь из вас и разъяснить вам на вашем языке. По-другому не получится мне объяснить. Поэтому, когда мы говорим о том, что реальность это воля Бога, это некая простота, где вам надо просто к этому отнестись благодарно. Не заглядывать как бы так к дареному коневу зуба вам дано именно так, а вот ближнему как-то все это поблестяще дано, как будто вам несправедливо. Вот этот хлам убрать у вас из головы, чтобы все это воспринимали благодарно. Вам всем дано в меру того, что вы имеете и вам же на помощь. Все остальное, на что вы посмотрите и вам покажется вам лучше, как будто бы было бы лучше, будет только хуже. Вот это однозначно. 18 августа ты сказал, что мы такими рождены. То есть я правильно понимаю, что из-за начальной данной каждого человека генетика это есть отчасти реальность воли Бога. Кто-то может сделать больше, кто-то меньше. Вот это и есть о чем я говорю. Вы рождаетесь и учитывается какое тело рождается. То есть сначала учитываются параметры материального тела и окружения, где рождается тело. Потом уже сопоставляется душа, для которой именно это воплощение будет благоприятным. Не просто так спонтанно соединилось, опа, ну как что получилось. Ух ты, ну будет красавец, сейчас у него получится, сейчас он вкусит, что-то там. Так, шарики выпали, то есть лотерея как-то так выбросилась. Так не будет. Вот именно вот это учитывается материально рожденная оболочка с ее параметрами и отдельно духовная опыт накопленный. И естественно учитывается при соединении что может получиться. И чтобы это было при этом еще и во благо рожденной души воплощенной. Все это как естественно как воля Бога. Это наиболее благоприятное для каждого из вас. Все. Спасибо большое. Здравствуйте, учитель. Я хотела спросить вот такой вопрос. Вот по поводу сейчас вот молодой человек говорил, а вот мне непонятно. Вот изначально получается, что все предопределено. Человек растет до определенного возраста, а потом лет в 20 у него возникает такое заболевание. Вот человек рос, у него все хорошо. И вдруг у него ставят диагноз шизофрения. Вот. Что это вот? Объясните. Вот откуда это вот? Изначально это было видно? Или это приобретенные какие-то вот моменты? По-разному может быть. Может быть приобретенное, может быть изначально видное. Но, как правило, серьезные заболевания, они изначально видны. Что у них вероятность их появления очень большая. И она учитывается в этом случае. И нередко это призвано стать определенным испытанием и для самого человека, и для тех, кто будет рядом. То есть, это должно подвигнуть к каким-то действиям. Это должно отсечь вероятность развития каких-то событий. То есть, есть у человека склонность при каких-то обстоятельствах выйти в уровень общения и каких-то событий, которые могут оказаться для него чрезвычайно опасны для его духовного развития. И единственная возможность отсечь развитие этих событий бывает какое-то заболевание. Оно просто перекрывает возможность выйти к этим событиям. И он включается в совершенно другой род событий, которые вокруг него начинают сплетаться. То есть, это все учитывается для блага этого человека и для тех, кто рядом с ним находится. И вот тут уже никак никому нельзя рассказать, для чего это происходит. Но это будет неправильно, потому что, да, оно имеет уже и характер испытаний, немножко другой толк начинает приобретать, и будет неверное к этому отношение. Поэтому, когда человек учится воспринимать реальность благодарно, это должна быть отправная точка, от которой он начинает строить свое отношение к тому, что происходит рядом с ним. И пересматривать все, все те соблазны, которые начинают формироваться в его голове, ну и, соответственно, у ближних, которые находятся рядом. Какие у них соблазны начинают формироваться в рассуждениях по поводу того, что в данном случае происходит. если, например, моя дочь захотела связать судьбу свою с таким человеком, а он ее отверг, у них, как выяснилось, нет психологической привязанности. И для нее это оказалось очень таким, ну она очень долгое время была после этого в депрессии, потому что она хотела быть с этим человеком, а он ее как бы отверг. Это вот испытание и для нее тоже? Вот, смотрите, сегодня я посвятил именно этому встречу. Это и есть требование. То есть требование от реальности, чтобы мир гармонии изменился под ваши желания. Это опасное требование. Значит, с ее стороны это тоже было требованием. Ну, конечно. То есть она хотела, чтобы было то, чего не должно было быть. И получилось, она расстроилась от того, что не произошло желанное. Она хотела ему помочь. Да, ей казалось, что это правильно. Она хотела этого, она считала. У нее есть определенный какие-то череда образов, которые помогают ей видеть эту ситуацию как правильную, как какую-то интересную, ценную, заметную. То есть значимая ситуация для нее это. И поэтому она ее воспринимать стала как требование. То есть ожидая, чтобы именно так все и произошло. Поэтому всякий, либо событие не произошло, либо если бы кто-то отговаривать и не дал бы этому быть, она знала бы, что кто-то поучаствовал в этом и не позволил этому быть, она бы уже этого человека воспринимала как страшного такого врага, ненавистного врага. То есть это уже неправильное отношение к реальности. И вот это психическое перенапряжение, которое она начинает рождать в этот момент, ну то есть провоцирует рождение этого напряжения, оно может повлечь, конечно, к серьезным каким-то отклонениям физиологии. Спасибо большое. Вопрос касается по поводу прохождения огненного рубежа. Меня смущает то, что после того, как я слился, ну у меня произошло огненное такое горение, кто-то вызвал на меня негатив яркий, я его почувствовал, первым делом я стараюсь слиться. Дальше, из-за того, что у меня очень яркое воображение, этот негативный образ, он очень сильно на меня давит, и я как спасение либо вспоминаю моменты, которые у меня были близкие с этим человеком, прям хорошие, либо, если этот человек мне совершенно не знакомый, я как бы их создаю. Через какое-то время меня немножко успокаивает, я успокаиваюсь и дальше я начинаю рассматривать, что во мне зацепило, какая привязанность эгоистическая и дальше уже прохожу по вот именно вот этой схеме. Нормально, нормально. Моделирование, дополнительно моделирование ситуации, когда ты пробуешь увидеть в другом свете, это вруновешивает твои переживания. Верно? Нормально? То есть я получается, что вот именно создаю иногда то, чего нет, это тоже нормально? Нормально. Это моделирование, то есть вы пробуете оправдывать и тут неважно, насколько вы угадаете, главное, вы тормознете в негативном проявлении свой внутренний мир, то есть затормозите, приведете себя в порядок и станете способными более разумно, более трезво какие-то предпринимать усилия. Вот именно вот об этом и во времени поворота я вам немало давал пробу подсказать. Вам нужно успеть затормозить разгоняющуюся вашу упряжку внутри. Запустили ее, потому что есть период, где это может произойти какой-то переход точки невозврата и никакое уже моделирование уже не позволит. Вы уже перестаете себя контролировать, вас несет, вы начинаете городить всякую глупость, то есть много гадостей говорите, потом сами начинаете впоследствии переживать, что это вы наговорили, еще больше начинаете переживать, то есть начинается ком каких-то событий, который произошел только потому, что вы проявили некоторую ленность и в самом начале не попытались остановить вот эту разгоняющуюся внутреннюю упряжку эгоизма, которая закусила и понесла. Но ведь у любой попытки разогнаться к чему-то такому быстрому и трудно остановимому, всегда есть какие-то первые мгновения, когда это начинает происходить только-только. И в этот момент остановить можно все. Вам просто нужно проявить эту бдительность и вовремя тормознуть и начинать перестраивать свое мышление, пробовать оправдывать то, что вас смутило. Найдите интересные образы положительные на эту тему, которые действительно являются положительными и проявите к этому доверие. Все, вот то, что от вас требуется, это такое нормальное, обычное, домашнее задание. Поэтому, когда вы пробуете что-то выражать негативное по отношению кого-то, вас что-то смущает, всегда можно спросить, ну-ка теперь, как домашнее знание, ну-ка тебе расскажи, что положительно ты подумал. Вообще, ну, ты говоришь, что ты хочешь сделать все правильно, согласно истины, проявляешь такое рвение. Ну, теперь давай, демонстрируй, показывай, что именно ты стал создавать в своем сознании в качестве оправдания. И очень трудно кто-то, может быть, вернее, очень трудно будет добиться от кого-то что-то внятное в этом отношении. И может увидеться, что вы вообще-то не прилагаете нужных усилий. А потом, конечно, вас уже несет. Уже будет трудно что-то останавливать. Как-то надо снисходить о них, как-то отнестись к каким-то проявлениям. Но они уже, уже все, там уже начинается процесс разрушения мощный такой, торнадо уже закрутился. Поэтому не надо бояться. Правильно ты додумаешь хорошее что-то в отношении ближнего линия. Правильно, неважно. Главное, затормозить вот этот негативный поток, исходящий изнутри, который у тебя начинает раскручиваться. Вот его и надо тормозить. Потому что именно раскручиваясь, он делает тебя неспособным нормально мыслить. Он начинает увлекать твое мышление уже в определенном русле. И ты начинаешь без остановки мыслить негативом. Потому что у тебя этот торнадо, мусор крутится, и каждый мусор становится логичным и увязывается во все те страхи, которые у тебя формируются. Он в это все становится увязывается. То есть оно все убедительно начинает казаться. А это еще сильнее тебя разрушать, начинает зажигать. Спасибо. Еще такой вопрос. У меня такое тоже бурное воображение. И когда я нахожусь в таком может быть очень светлом и позитивном настроении, я как бы само по себе у меня рождаются какие-то фантастические истории на основании информации из последнего завета. Я их вижу прям как полноценный художественный фильм. Ну и что, ну и посмотри. Да, вопрос не этого касается. Ну мне хочется, то есть это можно выводить в разряд именно написания с таких сценариев и доводить это все до художественного фильма. То есть если хочешь пробуй. Все понял. Спасибо. Все это относится к тому роду творчества, где, как правило, даже нельзя меня спросить нормально или ненормально. Если вы лично видите, что это правильно и вы видите и стараетесь сделать как можно положительнее, интереснее, это все в целом уже по сути правильно. Для вас лично это все правильно, это нормально. Делайте смело. Это все такой весь ваш благой порыв, как порой бывает спрашивают учитель, благослови, я хочу там начать такое-то дело, какое-то действие сделать. И мне приходится объяснять, благословение на какое-то благое дело не требуется давать. Это уже благословение вам дано с жизнью. Вы и рождены, чтобы делать это благо. Зачем дополнительно благословлять то, для чего вы в принципе рождены изначально делать это благое дело. То есть сама жизнь вам дана, это как уже благословение вам. Творите это благое дело, не надо за каждым делом бежать за каким-то благословением. Все, творите, увидите неправильно, меняете, делаете по-другому, анализируете и опять стараетесь. Все. Кнопочка там какая-то как будто бы говорят там это надо пимпочку нажать. Один раз нажать на какую-то хвишку. Хотела спросить, правильно ли мое понимание. Мы с мужем всегда на строительство своего дома, участка в Петропавловке приезжали вместе. Муж не последователь и многие ситуации, которые там возникают, мое присутствие помогает ему их как-то немножечко принять и пройти без эмоционального какого-то там горения. А в этот раз получается, что у него есть возможность приехать одному. Правильно ли мое понимание, что лучше этого не делать? Муж не последователь и это может быть и для него слишком трудно и для пространства. пространство. Оберечь его, да. Оберечь его. Пространство не разрушил и сам устоял. Вот пронести на своих хрупких женских плечах мужчину, чтобы не запутался, где-то не потерялся. и пространство жалко. Да, конечно, он же его развалит полностью. Сорвется с катушек и все понеслось. Ну, о чем ты говоришь? Ну, что ж такое за... Если он видит сам, что это благоприятно сделать, это ему надо сделать. Нет, он не видит. То есть ты его посылаешь? Нет, он умом понимает, что это надо делать, но без меня он никогда не приезжал. потому что ты не говоришь ему это, да? То есть он понимает, что надо, но смотрит, глаза таращит и ничего не видит. Ну, это же не гармоничное пребывание мужчины в творчестве без рядом плеча. Не понял. Это где? Такое весело. Нет, когда человек мужчина занимается стройкой, ему, естественно, нужно очень много и психологической, и... Объяснять ему надо много и показывать, что надо сделать, да? Всякого. Как-то мы крутимся очень странной темы, да? Кто там у вас мужчина? Организатор кто событий-то? Женщина или мужчина все-таки? Мужчине же надо учиться быть мужчиной. А что это такое? Это надо позволить ему организовывать, встревать во что-то, менять что-то, принимать какие-то решающие действия, какие-то решения принимать, определяющие. Он должен делать больше, чем это делает женщина. Утверждающее начало у мужчины находится. Утверждающее. Это и есть состояние камня, скалы, твердыни. Он должен учиться это делать. Если ему не давать это сделать, а как он научится делать. Поэтому только рядом с хорошей женщиной мужчина становится хорошим мужчиной. Но это не когда женщина делает все за мужчину. Она хорошая, все это за него делает, поправляет, показывает. Ему так остается ходить, чтобы не разрушить ничего. Но жена рядом, иначе ничего не разрушит, все нормально. Ну как так? Может быть. Нормально, чтобы он там участвовал. Может быть, как-то это и повлияет на него интересным образом. Может быть, даже сложно повлияет. Это нормально? А как формироваться мужскому духу? Попадая в сложности, он формируется, он делает какие-то выводы, принимает более интересные решения, чем принимал до этого. Но он что-то же делает, взвешивает. Его ум так построен, оценивает какую-то опасность или сложность, находить интересное творческое решение в ее разрешение этой задачи. Это же его развитие нормальное. А тебе только успокоиться, рядом порхать, улыбаться, чмокнуть его где-то вовремя. Где-то там бровки сну. Я же не буду рядом. Ты его мысленно чмокнешь. Достаточно. Не надо бегать, оберегать окружающее пространство. Сосредоточься на нем и чмокни его в макушку. Спасибо. Учитель, а то, что он не последователь для него эти критерии... Да какая разница, кто он? Если он видит нужным в чем-то поучаствовать, он должен участвовать. Потому что он зверюга какая-то, что ли. Он приедет там рвать, метать все. Что же такое-то? Учитель, у меня такой вопрос. Иногда, когда у меня возникают проблемы со здоровьем или я думаю, что что-то у меня болит, я не всегда к врачам обращаюсь, я обращаюсь к человеку, который мне в этом помогает. И мои знакомые, верующие чаще всего, говорят, что это неправильно. Не надо обращаться к таким людям, а надо только к медикам идти. Так я хочу спросить, могу ли я обращаться? Где-то есть такой запрет? Нет. А, ну тогда они же на что-то опираются, или ты как-то так... Нет, это не ваши последователи, православные, или кто-то, просто люди говорят, что... Не важно, не важно. Ну хотя бы даже они где-то же опираются, где-то может в Евангелии написано что-то. Не знаю, на что они опираются, просто говорят так мне. Если ты сталкиваешься с чем-то, пробуй рассуждать, на чем основывается какое-то суждение. Человек, если говорит, нельзя, ну какой-то, видимо, каким-то он фактом пытается оперировать, и этот факт либо несерьезный, либо действительно он проговорит что-то любопытное, и тебя это затронет. То есть ты понимаешь, тоже опа. Действительно, но если такие детали ты видишь, ну смущающим является и вполне может быть являться смущающим, тогда ты сделаешь какое-то другое решение. Но если тебе тело говорит, так не должно делать, это нельзя, это некрасиво, неправильно, но ничего толкового привести в качестве факта не может, так тебе и рассуждать нечем. Делай так, как считаешь правильным ты лично. Чувствуешь, что это хорошо? Да пожалуйста, сделай. Такого запрета не может существовать. Спасибо большое. Но помните, все ваше здоровье это ваш дух. А того, в каком вы настроении находитесь, как вы реагируете на реальность, это все связано, уже напрямую отражается на вашем здоровье очень сильно. А тут и питание это включается, много-много, но главное это эмоции. Эмоции. Видите, какие провокации идут. Сейчас происходит время, непростое, всем сложно становится. Все переживают, нервничают, дерганые становятся. И, соответственно, везде как бы так так и норовят как-то как бы неосознанно укусить друг друга. Вот вы и напрягаетесь. Поэтому, если вы поддаетесь этому потоку, то, конечно, это провоцирует отскажение в физиологии очень сильно. То есть, вы будете сильно, все больше и больше болеть. Тормозите этот процесс, больше улыбаетесь, благодарнее отнеситесь, проще как-то, легче воспринимаете реальность. Но вы нахмурив брови, вы не поменяете реальность в лучшую сторону. Это невозможно. А хуже сделать можете. Потому что нахмуренные брови никак не могут принести какую-то радость или что-то исправить. Никак. Вы только увеличите какой-то элемент напряжения. Но напряжение ничего не способствует развитию. Оно все приводит к усталости и к разрушению напряжения. Неизбежно, что бы это ни касалось. Снять напряжение можно только улыбнувшись, посмотрев проще и позволив этому быть. И делая от себя посильнее. Можете что-то поменять в лучшую сторону, смотрите, что можете сделать. Можете, делайте, пожалуйста. Не можете сделать. Спокойнее продолжайте делать и продолжайте искать возможность. Дея хоть что-то вы можете сделать интересное. И улыбайтесь больше. Шутите больше. Это вообще-то жизненно необходимая задача. Поближе микрофон, немножко поближе. Я хотел бы спросить относительно Нового Завета. Там есть прямая речь Иисуса Христа, который говорит, что не спрашивайте меня, что нам есть, не спрашивайте меня, что нам пить, во что нам одеться. Это все главная забота язычников. и Отец Небесный знает ваши потребности. Дальше он добавляет, стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. Теперь вопрос, правильно ли понимать, что когда Иисус Христос говорит, что не спрашивайте меня, во что нам одеться, что нам пить и что есть, Он говорит о животных потребностях. А когда Он говорит о Царстве Бога, Он говорит о духовной и называет это потребность главной. Правильно именно так понять, что Он называет и выделяет попасть в Царство Бога как главной жизненной потребности человека? Но чтобы быть нормальным человеком, это не значит хорошо покушать, почувствовать сытость, и тогда ты становишься хорошим человеком, и теперь действительно станешь добрым, и многое сумеешь. это с пищей не совсем связано. Хотя отсутствие пищи может спровоцировать какую-то агрессию или раздражение, но это не является ведущим и ключевым моментом в духовном развитии. Поэтому все учение, оно прежде говорит о духовном развитии, подразумевающем деятельность. То, что человек выстраивает в своем чувственном мире, перестрая его, где он учится правильно воспринимать всю происходящую реальность, к ней отношения как-то выражать. А момент попить и покушать, все, что нужно, вы все имеете, все элементарные вещи вы имеете. И если вы правильно это оцените достойно, то это у вас всегда будет, то есть это не может являться проблемой. Это разве что засуха или что-то произошли экстремальные какие-то события, они могут лишить вас чего-то очень важного, жизненно важного, и вы попадаете в какие-то очень жесткие условия. Но в обычных условиях, если вы правильно живете, это экстремальным не может быть условием. Поэтому это не может быть главной задачей, о которой надо говорить учителю. Учитель приходит не для того, чтобы рассказать, что вам садить, куда идти, как сделать одежды, и поэтому соответственно у него спрашивают такие вопросы, это не серьезно. Вы все имеете для этого, и вы вполне можете это все сделать, а главное это другое. Гусорен, я несколько дней об этом спрашиваю. Я спрашиваю о том, когда Иисус Христос говорит, что стремитесь прежде всего к Царству Бога, он говорит о главной человеческой потребности. Вот это главное. Именно потребность человека... А я же то же самое сейчас сказал. Нет, ну я вот спрашиваю, правильно я понимаю? Я объяснил чуть шире немножко то же самое. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, учитель. Фермер Андрей. У меня вот какой вопрос. И по поводу единой семьи у меня вопрос. В свете последних всех постов и всего остального, ну и раньше понимание ясное, единая семья должна быть и не может быть, чтобы ее не было. Но случилось так в моей жизни, что я здесь, в Москве. В Петропавловке жить не могу, семья не позволяет обстоятельства и по здоровью, и дети, и там быта нет, и заработка нет. С одной стороны, с другой стороны здесь создан определенный коллектив людей, и здесь как-то складывается жизнь. А там так и так финансовая система, так же, как и здесь. Вот вопрос. Я пытаюсь здесь выстраивать что-то подобие единой семьи, хотя бы в узком кругу, там человек тридцати, с которыми вместе здесь живу, и пытаюсь работать, и пытаюсь жить, и со всеми пытаюсь выстраивать отношения, по принципам последнего завета, хотя на самом деле подавляющее большинство не имеет даже понимания ни про тебя, ни про последний завет. Это утопия, или это хоть технически, хоть как-то возможно, исходя из того, что туда никак пока нельзя. что я сегодня сказал, вы делаете в меру своих сил, так, как видите, главное не обмануть себя. Если видите, что по-другому ничего сделать не можете, а вот у вас есть какая-то идея, сделать вот так вот, ну пробуйте, главное не требуйте от ближних и от ситуации того, что вам на сегодня кажется правильным. То есть у вас есть какое-то представление, вы почувствовали, у вас что-то загорелось внутри, вам кажется, что так будет лучше сделать. Пробуйте, но не трясите реальность, чтобы она соответствовала вашим желаниям, потому что вы достигая своих желаний, вы должны быть чуткими и прислушиваться к тем изменениям, которые возникают на вашем пути, и если что-то надо перестроить, вы раз меняете с учетом реальности какие-то усилия, опять изменяете что-то, перестраиваясь, вы живо реагируете на требования, которые предоставляет реальность, но никогда вы ставите требования перед реальностью. Поэтому ваши желания творческие какие-то, с какими-то хорошими мотивами, порывами, да их все можно присутствовать, но у вас разные желания, у вас разные какие-то условия, у вас разное здоровье, у вас материальные возможности разные, то есть много-много-много нюансов какие-то, которые ставят вас в разных условиях, где одно и то же вы не сможете сделать, просто не сможете сделать, но это же не значит, что если кто-то что-то делает большое, все остальные, ну все пропали, ну никак у них, значит, ну все отрезанный ломоть какой-то там, вовсе нет, вы все на своем месте, если вы сами себя не обманываете, то вы делаете то, что именно от вас требуется, просто будьте более гибкими, ведь вся сложность в том заключается, что когда вы пытаетесь достигать какую-то свою цель и вы видите, что кто-то вас не понимает и начинает вам противоречить, вы легко переходите на осуждение этих людей и этой реальности, то есть вы как будто начинаете бороться с этой реальностью, пытаетесь доказать, что вы действуете правильно, а те, кто думает по-другому, как будто бы что-то недооценят, они неправильно видят, что-то очень важное, что вы вот видите, а они не видят, по крайней мере, когда можно столкнуться с вашим осуждением в этом отношении, именно это и выпячивается, вот вы оказывается, ух, какие вы умные, действительно, как вы здорово все судите, как вы оцениваете интересно, а другие как-то как будто проигрывают на вашем фоне, в ваших суждениях, в своем мышлении, вот это в первую очередь выпячивается в ваших рассуждениях, в том, что вы пытаетесь выразить в этом отношении, в каком-то хорошем смысле, где вы проявляете свои благие пожелания, вот тут будьте осторожны, будьте скромнее, пробуйте делать так, да пожалуйста, пробуйте, будет получаться замечательно, хоть что-то сделайте, да замечательно, соберете каких-то рядом еще сподвижников, и хоть один шаг сделайте правильно, здорово, ну и не надо сравнивать, что кто-то 10 сделал, то есть не надо критиковать тех, кто не с вами, тут будьте в этом и тоже отношения внимательные, вот эта склонность критиковать все, что не относится к вашему суждению, то есть не совпадает с вашим видением, это опасная эстезия, это и есть значимость, критика, это и есть показать свое превосходство, потому что критикует то, что вы понимаете как ошибку, и вы эту ошибку пытаетесь выразить, но это и есть попытка поднять себя в глазах ближних в отношении тех, кто не совпадает в своих суждениях с вами, вот это надо быть осторожнее, тогда пожалуйста это к утопии никак не может относиться, вообще любое действие где бы вы ни были и ваши какие-то пожелания добрые, они к утопии не могут относиться, другое дело они не смогут достичь какой-то точки, вершины, которые вы могли бы представить и хотели бы достичь, ну такое вполне может быть, что-то может быть неграмотно делаться, но этого не достигнет, но это не означает, что это уже утопия, нет, потому что вы живете в данный момент, сегодня вы увидели правильно, вы действует, старайтесь согласно тому, что вы видели, вы живете, это и есть самоценность, и надо жить сегодня, сейчас, в данный момент, не потом, не прошлым, не будущим, не фантазиями, а сегодняшней реальностью, видите правильно, вперед, завтра увидите по-другому, сделайте по-другому, кто вам мешает, не циклитесь на каком-то своем суждении, не выставляйте его как самое правильное, естественно, говоря о чем-то правильном, допускайте, а по возможности упоминайте, что ваше суждение вполне может быть даже и неправильное, ну вот пока видится так, поэтому и простите, видится так, я буду делать так, пока еще, сможете убедить меня в другом, или как-то показать другой ракурс, который меня убедит, сделаю по-другому, но пока не увижу, делаю так, как умею, все, это и есть нормальная позиция любого из вас, она оправдана уже этим, вы и так видите, все, вперед, нормально. А не поддерживали я финансовую систему такой жизни? Это слишком большие будут глобальные идеи, мы же говорим о том, что удается делать, что посильно, вот если видится, сделать как-то по-другому, пробуем, не получается, так смысла нет задаваться вопросом, а не будет ли это во вред, хотя по-другому сделать ничего не могу. То есть уже один... К Петропавловку могу уехать, пожертвовать чем-то другим. Чем? Семьей. Здоровьем. То есть можно я приеду, умру, и будет благо всем. Нет, не будет благом всем. То есть смотря, что нужно сделать, то есть я не прошу вас понимать, что вот там сейчас события происходят, вы должны приехать, что бы это ни стало, ляжьте костьми там у заборов, ляжьте, находили ваши обветрившиеся черепа под заборами, но я мог посчитать и увидеть, как вас много здесь, значит все замечательно. Ну вот это какая-то глобость какая-то будет. Я уже позначил, есть задачи, которые должны сделать. Сделать это смогут максимально задачу какой-то, который могу поставить. Те, кто наиболее к этому предрасположены, кто имеет больше таких возможностей. И тот, кто искренне сможет оценить внутри себя, да, он может это сделать, он готов это сделать, он хотел бы и как бы внутренне всем сердцем готов это сделать. Вот на них прежде ложится задача. Время меняет, потом многие события. Кто-то был готов, потом стал не готов что-то делать, он по каким-то причинам перешел в другой какой-то работе. Здесь никого нельзя отсудить, никого нельзя дать оценку, правильным сделал, неправильным сделал. Самая правильная оценка, это ваша внутренняя оценка того, что вы делаете. Вы сами считаете это правильным для себя, считаете, что сделали какой-то шаг, но это как единственное правильное для вас на тот момент времени. Если считали правильным и вы сделали всевозможное, все нормально. Перестаньте барахтаться в этих всех внутренней самокритике какой-то совершенно неуместной. Вы только будете больше хмуриться и пугать окружающих. Но помощником вы вряд ли станете. Значит, вы все правильно сделали. Можете сделать что-то поменять сегодня? Да пробуйте менять. Посмотрите, насколько вы можете. Уместно ли? Не будет ли это каким-то просто бравированием? Не будет ли это просто каким-то утрированным каким-то действием, которое только что-то покажет, но будет бестолковым в смысле по сути? Зачем это бестолковое? Зачем демонстрировать какое-то показное явление? Можете сделать лучше, сделайте лучше, не можете, ну, сделайте посильнее. Пусть оно маленькое будет, но оно ваше, личное, ваше, достойное ваших ценностей. Вы сделали от полноты той малости, которой обладаете. Не надо это сравнивать с тем, что сделали другие. Вы имели маленькое, и это маленькое сделали. Это и есть самое большое. Это та же притча, когда приходили, бросали на церковь, на все это, в копилку, разные люди, богатые приходили, бросали большие деньги, бедные приходили, брошали очень маленькие денежки свои, маленькие, скудненькие, то немного, что у них было. и порой нужно было приводить вот эту параллель, показывая, что тот, кто этот нищий бросил маленькую монету, он на самом деле отдал больше, чем тот, кто приходил богатым и вроде бы тоже много положил, гораздо больше, чем нищий, но он отдал мало, потому что он маленькую часть от всего того, что имеет, отдал на самом деле. А этот нищий отдал почти все, что имеет. Поэтому оно действительно самое большое именно для него. И тут сравнивать совершенно бессмысленно. Вы имеете разные возможности, а соответственно, если вы искренне сделаете, что посильнее вам сегодня, вы самое большое и сделали, что от вас требовалось. Самое большое, так это же здорово, это радоваться можно. Значит, вы не зря сегодня прожили день, вы сделали все, что от вас требовалось. Счастья вам, слава Богу. Учитель, у меня вот такой вопрос. У меня дочь, у нее нетрадиционная ориентация. И с годами она превращается, ну, у нее проявляется больше мужских качеств. Походка, одежда, и, ну, поведение. И вопрос. И такой вопрос. Вот мне очень тяжело, что я нахожусь рядом и не могу ей вроде как будто помочь. Но вот сейчас и сегодняшнего разговора, это получается, я не принимаю реальность. Да, верно. И значит, если я правильно понимаю, если я сейчас буду принимать реальность, то этим я ей и помогу. Это максимальное, что ты должна сделать в помощь. Максимальное. И мне не надо бояться, вот у меня там страхи, я чувствую себя. позволить пройти ту судьбу, которая ей дана. Со всеми задачами, перед ней поставленными, учитывая ее сознание, внутренний мир, у нее ставятся определенные задачи, учитывая накопленный опыт в ее душе. Это все стоит с учетом этого, но ты этого не знаешь. Поэтому ты беспокоишься, исходя из, ну, каких-то уже стереотипов, которые существуют в обществе, вокруг тебя. Что это неправильно, значит, все плохо, надо что-то менять быстро, делать куда-то, вмешиваться, где-то кричать громко, может быть, настаивать на чем-то. Но так ничего не меняют. Так можно только все испортить, озлобить, закрыть человека, то есть подтолкнуться его к тому, что он отвернется от тебя и будет воспринимать как врага. Ну, какая же тогда помощь? То есть, мало того, что идет какая-то проблемная ситуация, так она еще и больше, эта проблемная ситуация будет, потому что ты выразил свое беспокойство о ее благе. Ситуация только ухудшится. То есть, какая же это помощь может быть? Одно дело помогает маленькому человеку, ребенку. Там полностью это явление зависит от родителей. Но когда уже становится самостоятельным человек, он не зависит от родителей, он должен зависеть только от себя, от своих представлений, он должен учиться делать свои собственные шаги. Тут можно пробовать подсказать, поддержать психологические, то есть, не осуждать, не толкать, не ругать. Это смысла никакого не будет. Будет только хуже. А подсказки какие-то делать, ну, можно пробовать. Но подсказки делать, где, опять же, допускай, и, может быть, даже по возможности проговаривай, что твоя подсказка вполне может быть ошибочной. Но вот пока тебе так видится, может быть, это так. Ты как бы предлагаешь рассуждение. И она рассуждает, доверяя тебе, понимая, что ты не осуждаешь, не гонишь ее, что ты не становишься ее врагом. И ей будет где-то трудно, и она понимает, что можно прийти к кому. Да к тебе же прийти и склониться, и где-то там излить свои переживания, опереться на какую-то твою помощь, чтобы всегда эта дверь была открыта, а не просто кто-то хлопнул дверью, и потом забыли друг друга, и только с грустью вспоминает время, тренингами в течение жизни. Надо быть готовым помогать. А эта проблема, она непростая, но она не случайна. То есть, это не просто неожиданно что-то раз не срослось, и какая-то необычность произошла. Нет, оно срослось, так как и неизбежно должно было быть. Но оно рождает задачу. Вот уже мы говорили, есть моменты, которые призваны поставить перед человеком специфическую задачу, учитывая именно его, не кого-то другого. И от того, как он начинает на это реагировать, что он проходит, к чему старается до себя идти, какими ценностями начинает дорожить. Порой надо дать возможность к этим ценностям прикоснуться, чтобы понять их лучшую ценность, то есть настоящую ценность. Просто объяснять бывает недостаточно. Просто надо дать прикоснуться. И все пересмыслиться порой очень по-другому. Ну вот меня вот волнует. В общем, я как поняла, моя задача это принять и ничего не пугать. Я не осуждаю. Я вот все переживаю. А если не примешь, ты будешь осуждать неизбежно. Поэтому принять это и есть, перестать осуждать по-настоящему. А то меня все пугает. Она там уже становится больше мужских качеств. И если для нее эта ценность жизни, она видит как единственную для себя важную жизнью ценность, все, кто попытается ее остановить в этом отношении, будут врагами. И тебе действительно стоит занять место врага. А какая же тогда помощь будет? Бессмысленно будет такое переживание. Конечно, придется воспринять к этому как-то, ну, не смиряться и принимать. А тут тяжело как-то бывает. Спасибо. Вот тут надо всегда помнить, чем больше у вас будет требование, тем сильнее, тем тяжесть будет больше. Она может, когда не совпадает с чем-то и видно, что это не совсем гармонично. Это должно отмечаться как неправильное. То есть, это естественная реакция. Но человек способен естественную реакцию усугубить фантазией. Своей фантазией, когда он накручивает, что это хуже человека, что от этого он только погибнет, что это все разрушит у него, он усиливает вот это переживание и уже не только не может помочь, но и способствует ухудшению того, что с человеком происходит. Это, конечно, проблема. Это неправильно. Это нельзя сказать, а, так, ну, что, давай, отлично, ну, как интересно, было так, теперь стало так. Я не о том говорю. То есть, это действительно накладка своеобразная, психологическая и связанная с непониманием человека того, что связано с его душой и с особенностью общей жизни человека. Отсутствие правильных знаний и ориентиров, оно ведет к ложным устремлениям, к тому, что они привязываются к ложным целям, а не желанной становятся эти цели. А тут мы уже говорили, если желанная, кажется, самая правильная. А поддержки, да навалом ее сейчас в интернете, поддержки, чтобы в этом своем пожелании почувствовать уверенность еще вдобавок. То есть, этого полно. И с этим бороться не получится просто. То есть, она бессмысленная борьба окажется. Лучше продолжать строить другое рядом. Мирное, но другое строить. Терпеть ее по возможности, показывая что-то другое, не навязывая. Но у человека надо оставлять выбор за ним. Ей надо выбирать. Нормально все происходит. Жизнь не ограничивается этим телом. Поэтому, тем более, тогда нет смысла прижать. Ну, попробует, но ничего. Значит, доберет чего-то недостающего и в другой раз уже не будет делать глупостей. Никуда не денется, все равно все станет на место. Учитель, такой вопрос. Ты нам рекомендовал фильм «Благословите женщину». И в этом фильме главная героиня по воле его мужа своего освобождается от ребенка. Ну, прежде всего, когда я такие бывают рекомендации делаю, я не говорю о том, что каждая деталь того, что изображено, она правильная. Конечно, я, если бы я знал, что кто-то бы так намерился сделать, я бы готов был бы сильно отругать, накричать и так выразить свои недовольства, что мог бы и прилично напугать. Я против таких вещей, но есть элемент смиренности. Женственность это прежде всего и смиренность очень такая красивая, большая, где, как мы уже говорили, это как водичка, а вода не навязывает свое явление. А в нее может упасть камень, но он только булькнет камень, она оттечет его и течет дальше. Она не треснет вода от этого. Вот когда пытаются уплотнить эту среду, ее уже легче сломать, эту среду. Сделать так, чтобы там появились трещины. Но водичку сломать нельзя. Поэтому правильно проявленное смирение его нельзя разрушить. То есть того, кто его проявляет, это нерушимое, это непобедимое явление. Оно очень важное в жизни. Просто там проявился очень интересный такой момент, где рядом стоит мужчина, самоутверждающий что-то, порой просто, скупо, каким-то одним-двумя словами. Ну, такая особенность, там хорошо выражена именно вот эта мужская особенность утверждающая. Очень хорошо, так гротескно, просто, грубовато. Но она в основном такая у мужчин. И у женщины такая покладистая, спокойная, где как бы он что-то не выразил, она не торопится обидеться. Она пробует сделать так, как предлагается мужчиной. Может быть, это где-то что-то не совсем правильно выглядит, но она старается сделать так, как мужчина утверждает. Это лучшее проявление в женщине. Но дальше, конечно же, много-много разных деталей может вскрыть. Поэтому каким-то фильмом, чьей-то фантазией я не могу как бы так показать вам как пример, где во всем теперь вы будете внимательно всему следовать. Нет. Просто есть идея, она интересна оказалась. Но в данном случае, если бы женщина отказалась, это решится ребенка, она бы поступила по отношению мужчине неправильно как служение. Она пошла бы против жизни, против себя, против женственности. Но она бы пошла против всей жизни. А идти против жизни нельзя ни в коем случае. Тогда все рушится. Тогда никакое служение не приносит блага. Жизнь разрушается. служение подразумевает гармоничное взаимодействие, но оно специфичное, то есть такое, которое при взаимодействии ведет к развитию, но не к разрушению. Спасибо большое, я все понимаю. Учитель, здравствуй. У меня такой вопрос. Вот сама по себе любовь к человеку, она очень проста, но касаясь его многогранности, она начинает какими-то очень большой гаммой красок переливаться. И вот я в свое время, когда закончил художественную школу и научился пользоваться красками, и смешением красок, тонов, оттенков, зная, какие-то цвета, смешиваясь, какую палитру дают, точно так же потом в жизни мне это начало подмечать, что в отношении людей это в общении. Я точно так же, как палитры их чувственные начинаю пользоваться. То есть и вопрос у меня вот действительно вот прямую опыт художника он дает, открывает перед человеком возможность точно так же общаться с ним на основе той палитры чувственной, которую он начинает испытывать. ну так однозначно будет не совсем верно пробовать проводить какую-то однозначную параллель. Общение с ближними это больше связано конечно с внутренними качествами человека. Проявление таланта какого-то в области изобразительного искусства или там музыкальном отношении, еще в чем-то уже общепризнанном как что-то относится к области искусства в жизни человека не означает одновременное проявление хороших духовных качеств человека. Потому что полно примеров где гениальный человек в музыке или в живописи это будет очень нервный нелюдимый такой человек с которым вообще общаться очень сложно потому что он такой весь ну закрытый сложный где-то там часто злобный то есть это какое-то явление которое да этого много да то есть и художник получается он же талантлив он замечательные краски смешивает он по отличному молоку подбирает но к нему подойти нельзя поговорить то есть как бы увязывать что-то здесь нельзя ты приводишь как бы некий образ но если ты в этом какой-то видишь образ ну пробуй его рассматривать ну как бы талант в искусстве и человечность это не совсем одно и то же но должно быть едино обязательно потому что только когда вы духовно правильно развиваетесь в искусстве вы правильно выразите главную цель ради которой в общем-то вы и рождены на земле ведь рождение человека его связано с изменением мира природы мира природы путем любования этим миром не каким-то там очень шустрым и умелым запечатлеванием какой-то реальности порой запечатленная реальность умело и мастерски она имеет такую ценность когда ее лучше в ведро в мусорное выбросить хотя сделано изумительно точно и интересно но несет информационное поле которое никому не нужно оно тяжелое оно совершенно не нужно оно горе несет его нельзя запечатлевать вернее если запечатлели потренировался запечатлел но оставлять нельзя для лицезрения смотришь и тяжело все внутри рыдает а сделано мастерски поэтому на самом деле произведение связано должно быть с любованием миром окружающим а не стремлением ну как-то показать свою значимость и неповторимость в какой-то область вот так вот видите как ловко никто так не сумел а вот у меня вот оно так здорово обычно вот так вот в искусстве происходит и общение друг с другом происходит вот именно на вот этой вот этом соревновании в этой умелости где каждый друг от друга сделает какую-то оценку кто как что умеет но где вести подразумевается какая-то своя особенность каких-то своих уникальных возможностей по отношению к тому что могут другие делать не совсем талантливые как он сам то есть вот это такая грубо говоря бельберда психологическая она очень сильно развита в мире искусства потому что люди привыкли ложным ориентиром следовать их начинают хвалить им кажется что они имеют право всем навязывать свое видение какой-то реальности неповторимое но на самом деле нередко очень мерзкое ну и им хочется доказать им хочется показать они кого-то имеют право у них есть даже документы на это позволяющие но этого нельзя делать поэтому это конечно все как бы можно сказать где-то в единстве должно находиться но главным становится духовное развитие вот если оно правильно формируется вы учитесь по-другому видеть мир другой и пытаясь любоваться им пытаясь его запечатлеть выразить свое отношение то ликование которым способны обладать и уже начинайте запечатлевать смешение красок тонов музыки танцы еще в чем-то может быть будет но вы выражаете вот эту красоту внутреннего мира вот это будет действительно ценно и это и будет изменять окружающий мир так как и надо я вот этот оттенок только хотел единственно добавить что вот когда вот грамотно сочетая цвета у тебя может получиться красивая картина а не грамотно сочетая ерунда действительно может получиться также вот это параллель у меня как-то ощущается что вообще не с человеком можно сказать допустим мягко но допустим как-то вот уверенно. Или там, допустим, твердо, но как-то с заботой о нем. Такая же определенная палитра в отношениях, вот умение сочетать краски, она дает какой-то определенный опыт. А люди, которые не умеют рисовать, ну, неинтересно им рисовать, они говорят, мы не умеем, мы не хотим. И чувствуется, что они как-то вот однотонно и общаются как-то, вот не ощущают этого. Ну, значимость, да. Хотите подтянуться, рисовать, начинаете. Я просто думал, не с этим ли связано, вот действительно, какой-то вот направленность всем уметь рисовать. В этом есть. Направленность что? Всем уметь рисовать. Уметь рисовать это вообще нормальный элемент развития натуры, личности человека. Ведь рисовать это прежде взаимосвязь того, что вы видите и тем, что вы делаете. То есть идет целая цепочка такая последовательная, которая, ну, позволяет вам запечатлевать увиденное. То есть это на самом деле гармоничное внутреннее развитие. Способность видеть красоту, чувствовать ее, понимать ее особенности. Чтобы сделать любое в ремесле интересное какое-то изделие, очень важно чувствовать линию изящную, красивую, объем. То есть это в любой области созидания, нормального созидания, что должно развиваться у человека, оно неизбежно будет связано с умением это красиво изображать. Иначе как ты сделаешь, если даже изобразить не можешь. То есть представлять надо. Поэтому в качестве чего-то очень примитивного, простого, это можно сказать, что рисовать желательно учиться всем. Не все будут художниками, живописцами, еще что-то, но рисовать, как изначальный элемент, очень важным в развитии. Спасибо. Ну, сейчас нет там... Извините. Сейчас, то есть, я думаю, что в первую очередь, я правильно, я буду говорить про ситуацию. И даже если я не могу здесь не правильно, я не должен быть как-то с тобой. Это открыт. Мне хочется услышать ну, по-моему, знаете, будет оптаться на них и все время покрывать то есть мне надо принять к сведению, что не всегда нужно смирение. Спасибо, Владимир. Ну, я как-нибудь приду на лекцию, ты мне объяснишь. Я... Ну, тут просто немножко другой ракурс у нас общения. А я что-то тут пришел про смирение начал. Не то, не сего. Оказывается, некоторые с детства учатся смирению. Знаешь, какая-то смешная история. Я уже неоднократно столкнулся с ситуацией, где как только я от человека слышал, да я с детства это умею, я потом видел крушение такое, ну, такое, ироничное, такое смешное, где потом приходилось долго громко смеяться, но человек громко сильно ударялся после этого обо что-то. То есть, если он громко это заявил, да я с детства, и тем более при мне это делает, то потом, ну, остается напречься. Сейчас что-то будет с ним. И тут я сейчас опять слышу, как раз уже из детства смирение постигаешь. Ну, отлично, вот это да. Только бороться мне что-то сегодня пришлось с чем-то, с какими-то рогами выставленными, я их никак не мог сдвинуть с места. Они, конечно, я понимаю, из источника смирения растут, но почему-то их свернуть никак не удавалось. Попытка понять. Я вроде говорю, как надо сделать, а в рогах упираются и попытки. Ладно, ладно. Хорошо, Лотя, тебе виднее, конечно. Лотя, но сама попытка мне объяснить тебе свое положение, свое отношение, она уже говорит о некоторой специфичности, Володь, но почему ты думаешь, что я ничего не понимаю? Все, с чем ты столкнулся, было сделано с моего ведома, Володь, я тебе маленькую подсказку делаю, вы все отыкаетесь на многое такое. Многие вещи, с которыми вы сталкиваетесь, и вам они не нравятся, вам кажется, что я не знаю и ближний допустил ошибку, но вы даже не подозреваете, что это было сделано с моего ведома. И я порой подсказываю, как надо было сделать тому человеку. Он делает, и вы на это наталкиваетесь и разбиваете свое лицо. И начинаете даже не догадываясь. И не допуская мысли, что я оказывается в курсе всего этого события и внимательно наблюдаю, как вы за этим будете реагировать. Маленькая вам подсказка, особенно относительно тех людей, которые рядом со мной находятся. Вы рассуждаете о них, как рассуждаете о президенте. Вы готовы принять президента, вы готовы его похвалить, но вы считаете, что во всем виноваты не президента, а те такти его окружения, которые держат его в неведении, он ничего от этого не знает, вы примитивно рассуждаете и стандартно, шаблонно. И вот пришел учитель, рядом с ним находятся некоторые люди, и вы шаблонно думаете, что они держат меня в неведении, я ничего не понимаю, что происходит. Они допускают ошибки, вы делаете одну и ту же, глупейшую ошибку. Хотя эти люди у меня согласуют каждый свой шаг и очень боятся допустить ошибку в своих действиях в отношении вас. но я порой им специально подсказываю сделать как-то что-то строже, что-то более интересно, и они делают эти действия. Этим вас смущают, но это делают с моего ведома. Я специально ставлю перед вами эти задачи, а вы ловитесь на этих элементарных ошибках. Олоня, ты попался на простые вещи, которые сделаны были с моего ведома. Все, что с тобой происходило, я знал. Знаю. Все эти мелочи я знаю. И Вадим с тобой вел общение. С моего ведома ни одного слова своего не делал от себя. И в конечном итоге, если он выпроводил, значит, с моего ведома выпроводил. Володь, твоя задача была разобраться, почему что-то произошло с тобой, а не почему другой повел себя как-то. А почему сделана была для тебя твоя задача разобраться? Почему так для тебя это было нужно сделать? Почему он так тебе это сказал? Где ты уже должен был допустить, наверняка он со мной согласовывал свое действие? Значит, это сведомо, значит, это было нужно. Но ты не стал это спрашивать, не стал это уточнять. Ты уперся и пытайся уличить его в неправильных действиях. Уже эти десятки лет ты пробуешь уличить его в неправильных действиях. А он сделал с моим ведомым, Владимир. Владимир, не рисуй, не рисуй глупые образы, никто тебя не ударял пощечиной. Вадик, вот ты говоришь про Вадика, да он вообще не в состоянии пощечину кому-то дать. По своим качествам вообще это не в состоянии сделать. Он так боится сделать вам больно. Он сорок раз у меня переспросит какое-то действие, которое надо сделать строго. И я порой говорю Вадик, это надо сделать строго. Пойди и сделай вот так. Он боится это сделать. Он не может сам порой сделать таких шагов. И ты его пытаешься уличить в что-то какой-то... Володь, 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 ну... Прими к сведению ту откровенность, которую я сейчас тебе открыл. Учись видеть рядом со мной ситуацию по-другому. Не так, как ты представляешь, я знаю, что с тобой происходит. И то, что ты пытаешься мне объяснить, уже сам факт твоих попыток себе объяснить о том, что с тобой происходит, уже говорит, что ты меня не видишь и не понимаешь совсем. Ты разговариваешь со мной как с какой-то куклой и живешь в своих образах, живешь в своей иллюзии о Христе, но где меня нет, то там. На практике меня там нет, а ты упорно меня пытаешься не видеть. Я другой, я не православный образ, который вы имеете, совсем другой. Ну, попробуй познакомиться со мной, но ты подходишь ко мне с позиции уже шаблона, с детства, который тебе введен, но я не такой. Я учитель, и я не буду удовлетворять ваши желания, я их разрушу. Готовы верить мне? Пойдете, сделайте мое. Не готовы? Будете меня ругать, будете от меня отворачиваться, плеваться. Это вы выбор сделаете. Я не буду вас за это ругать. Вы сделаете посильнее себе. Но рядом со мной должны быть ученики, которые готовы исполнять мое, в таком виде, в котором я им предоставлю эту задачу. Так как я пожелаю, не как они захотят. Вот тогда все будет нормально. Остальное меня не интересует. Остальное я буду участвовать в остальном, но несколько по-другому. Погоди, не надо жить рядом. Ты делаешь посильное себе. Для себя посильное, но ты должен понять, в чем твоя ошибка. Задаться вопросом, прежде всего, начать спрашивать у ближних. Уже ближние много тебе наговорят, в чем твоя ошибка. Ты должен у них спросить, что смущает в твоих действиях этих людей. Каждый нюанс, который их смущает в твоем поведении. И переспросить сорок раз, почему ты смущает их. Что видят они неправильно в твоих действиях. Попробуй понять, насколько это действительно твое действие неправильное. Но именно твое неправильное действие, а не их. Если они где-то не хотят тебя слушать, правильно делают, что не слушают, значит ты неправильно с ними общаешься. И они не хотят с тобой общаться. Когда человек правильно общаетесь. Если от вас отворачиваются, вы не умеете общаться. Так вам и надо. Вы заслуживаете того, чтобы от вас отвернулись, сделали нужные выводы и научились общаться правильно. Потому что он трусливый, боялся награды забрать. Вот теперь расскажи мне, как ты оправдал его. Ты должен был оправдать его. Нарисуй образ. Вот ты не оправдал его. Ты не оправдал его. Ты попробовал успокоить себя тем, что он слаб. Вот и поздравил бы его. И сказал, молодец Вадик, действительно я в ничего не доставил. Я очень слаб. Наверное, действительно все награды захотел забрать. Прости меня, скажи. Прости, скажи Вадим, меня. я действительно очень груб, жаден, видимо, по всей видимости. Многое не понимаю. Я просто хочу научиться. Ну подскажи, может где-то что-то смущает тебя в моих действиях. Подскажи, что мне лучше сделать по-другому. Вот что я хотел бы услышать. Володя, так должен был сказать мой ученик. Володя, так должен сказать мой ученик. Кто не может так сказать к ученику моему отношения, не может собственными суждениями, но не учится никогда. В этот период времени. Он не в состоянии это проявляет свое, учиться. Поэтому будь внимательна, Володь, мы сейчас завершим, потому что время уже подходит к концу. Мы делаем сейчас определенный итоговый штрих. И я отвечаю тебе, не к тебе обращаюсь. Я говорю сейчас для всех. Чтобы последовать за учителем, надо научиться видеть то, и стараться этому следовать. Не бояться сделать ошибку. Торопитесь переживать что-то, может быть, неправильно сделать и спрашивайте. Я же всегда подскажу. Но говорите о своей ошибке. Все решится. Это не проблема. Для этого я и нахожусь здесь. Но когда вы мне пытаетесь доказать свою правоту, мне неинтересно становится. Я не хочу рядом находиться, не хочу вам что-то говорить. Вы не готовы меня слушать. Вы пробуете меня перестроить под себя. Взять от меня выгодное для себя. Но я этого не должен давать и не умею давать. Я дам все, что вам невыгодно. Наоборот получится. Ну так готовы ли вы это все взять? А я насмотрелся уже многое такое. Когда я много слышал красивых слов о том, как ко мне относятся, любят, дорожат, столько хвалебных высказываний выражаясь. Но как только мне приходилось коснуться именно вот этих жизненных интересов, о которых я сегодня упомянул, я многих уже потерял. Многие быстро куда-то исчезли с горизонта, хотя такие слова они говорили. Но потом бог, 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 как-то раз и нету их. Где-то далеко и не слышат моих слов больше. Все просто. Я всего лишь коснулся их интересов. И оказалось, что их личный о котором мне так много интересного говорили. Вот этот экзамен вы все и проходите по жизни. Поэтому пока я вас вижу, у меня есть надежда, я как-то верю вам, я надеюсь, что вам это будет полезно. Но пробуйте это полезно использовать. Будем идти дальше. Все. Желаю вам счастья. До встречи, друзья. счастья. Хорошо. счастья.